Здравствуйте! Прежде всего спасибо за приглашение. Я вообще представляюсь обычный историк с точки зрения такой формальной. Я директор Института русских исследований Московского гуманитарного университета. Директор Института системно-стратегического анализа. Это мой институт, который я создал. Я академик Международной академии наук Инсбрук, Австрия. Тема сегодняшней нашей беседы, потому что я вообще привык работать в режиме беседы, хотя мы ее делим на две части. Я говорю, потом вы задаете вопросы. 2012 год. Основные события, вехи. То есть я выбрал события по каждому месяцу. Мы пройдем по ним. И на первый взгляд они могут показаться не связанными друг с другом. Какие-то из них действительно не связаны. Но в принципе они выстраиваются в некую схему, особенно если их совместить с 2011 годом и с тем, что сейчас происходит. Ну, кроме того, вообще в свое время французский историк Бродель сказал, события – это пыль. Он имел в виду, что суть многих событий выявляется, когда ты их помещаешь в широкую временную и пространственную перспективу. В этом плане мы посмотрим, что происходило. Итак, 2012 год. Январь. Для января я выбрал визит Киссинджера в Москву. Кто такой Киссинджер, понятно. Человек, который давно уже формально не удел, но человек, который занимает очень важное место в иерархии западной. Это человек Рокфеллеров. Это очень важный человек в ложе Бнай Брит. Это еврейское ложе масонское, квазимасонское, которое было создано в 1843 году по инициативе британцев. Дело в том, что в 1840 году Палмерстон, премьер-министр Великобритании, понял, что нужно что-то делать на Ближнем Востоке, поскольку Россия могла зацепиться. Она защищала интересы православных в Османской империи, французы, интересы католиков, а у англичан игры не было. Англичане тогда решили, что они будут защищать армянские и еврейские диаспоры. И начали создавать эти структуры на Ближнем Востоке. А потом Палмерстон очень хорошо понял, что это был серьезный человек, это был серьезный враг России. Он понял, что то же самое можно сделать с Америкой. А в это время шла эмиграция евреев из Германии, из Баварии точнее даже, в Америку. И там уже появились первые иллюминаты. И он подумал, что хорошо бы, если бы и в Америке была некая структура, которая ориентировалась бы на Великобританию. Потому что главной задачей британцев, начиная с откола американских колоний, было вернуть колонии в британскую систему влияния. Что в значительной степени и получилось после ползучего переворота 1963-1974 года, который начался убийством Кеннеди и закончился импичментом Никсона. Так вот, визит Киссингера был очень интересным. Потому что после его визита, его встреч с Макфолом, нельзя сказать, что совсем интонации Макфола изменились. Но они изменились. И хотя он продолжал встречаться с болотной шантропой, но тем не менее, тональность уже была другая. То есть, вот этот визит показал, насколько, как решаются проблемы на самом верху пирамиды мировой. Мировой, неформальным образом. И это лишний раз говорит о том, насколько наша политология и социология – это две науки, которые ловят только то, что совсем-совсем наверху. И меня умиляет, когда в 90-е годы возникли надежды на то, что придут политологи, они все объяснят. Ведь реальная власть – это тайная власть, закрытая власть. Политология принципиально не имеет языка и понятийного аппарата для анализа этих феноменов. И вот визит Киссинджера, он лишний раз это показал, как сказал бы Набоков, со стеклянной ясностью. Февраль. 42-й Всемирный экономический форум в Давосе. Он был очень интересен тем, да, ну кого из наших позвали. Ну, позвали Каспарова, позвали Человечка по фамилии Иванов, Игорь Иванов, это бывший министр. Кстати, за год до этого позвали только одного человека из России, но позвали его не как представителя России, а как представителя Швеции. Это Мардашов, который очень здорово вложился в шведский бизнес, таким образом, что его здесь уже тронуть очень трудно. Что интересного произошло на этом форуме в Давосе? Этот форум показал, что антилиберальная тенденция в мировой верхушке нарастает. Доктор Клаус Шваб, немец, который вел Давосский форум, сказал открытым текстом. Капитализм не соответствует тому миру, который существует вокруг нас. И для меня это было лишним, это было лишнее свидетельство того, ну, правоты того, о чем я пишу. Одна из моих главных идей заключается в том, что мировая верхушка, мировой капиталистический класс демонтирует капитализм уже с середины 70-х годов. Так же, как в свое время сеньоры демонтировали феодализм. Есть такая, сказать, схема буржуазной революции, которая выдвинула либеральные мысли, а марксисты подхватили. На самом деле, в реальности все было по-другому. И историческая наука за последние 50 лет это очень хорошо показала. Реальность была другой. То же самое происходит и сейчас. Капитализм свое отработал. И чтобы верхушки этого строя сохранить привилегии, власть и позиции, им нужно демонтировать этот строй. Что они и делают. Правда, они упираются, чуть позже об этом скажу, в одну очень важную задачу, которая не стояла перед сеньорами. Им нужно существенно сократить мировое население. И вот это действительно очень серьезная, сказать, проблема. То есть, проблема, которая одна из составляющих, проблема 3D. Деиндустриализация, депопуляция и дерационализация сознания и поведения людей. Когда на Давосском форуме немец и известный экономист говорит, что все, с капитализмом надо заканчивать, это очень важная вещь. Это некое указание. Правда, Жак Атали пишет о необходимости демонтировать капитализм уже лет 15. Причем он очень интересный термин придумал. Что должно прийти на смену капитализму. Глобальная распределительная экономика. Распределительная. Но это уже, так сказать, совсем-совсем не либерально. Речь идет о распределении ресурсов. Март. Событие, которое на первый взгляд кажется не очень важным. 19 марта 2012 года Обама подписал исполнительный указ, который определяет действия правительства США в чрезвычайных ситуациях. И там расписано, что правительство в случае чрезвычайной ситуации берет под контроль все материалы в стране. Слово material с английского переводится вообще практически как все. И изымает в случае необходимости технику, ресурсы. Это прямое нарушение принципа частной собственности. Две причины подталкивают к этому. Во-первых, нарастающая угроза серьезных социальных волнений в США. О чем у нас очень мало. Наши средства массовой информации практически об этом не пишут. О том, что происходит в США сегодня. Насколько там накаляется ситуация. У нас только написали о социологических опросах. По опросам, больше половины населения американцев, причем чем выше достаток, тем больше этот процент, говорят о том, что они видят в будущем обострение классовой борьбы в Америке. И вторая вещь – это угрозы геоклиматической катастрофы, которая становится все более и более серьезной. И вот этот исполнительный указ, экзекутив ОДА, 19 марта, наши СМИ вообще не обращают внимания на то, что происходит с угрозой геоклиматической катастрофы. Отчасти, потому что это такая табуизированная тема, отчасти по тупости. Но вот этот момент очень важный. Пожалуй, одно из самых главных событий прошлого года. 4 апреля в газете «Zutdeutsche Zeitung» появляется стихотворение Гюнтера Грасса, Нобелевского лауреата «Вазгезакт Варден Мусс» «То, что должно быть сказано». Это стихотворение, в котором Гюнтер Грасс резко подвергает критике Израиль за его политику в отношении Ирана и говорит о том, что израильская политика может привести к тому, что иранский народ исчезнет и что израильтяне неправы. И вот у нас об этом тоже очень мало писали, но везде мало писали о том, где было опубликовано это стихотворение. Оно было опубликовано прежде всего «Zutdeutsche Zeitung» в немецкой газете. Это понятно. «Гюнтер Грасс немец». Но если бы этим все ограничилось, тут же был сделан перевод и одновременно стихотворение было напечатано. «В Итальянской републике» – это одна из главных итальянских газет. «El País» – главная испанская газета. И «Нью-Йорк Таймс». Как вы думаете, на каком уровне должно произойти было согласование, что собрались главные редакторы этих газет или президенты Италии, Испании и других страны договорились, а пусть Гюнтер Грасс опубликует тут у нас свое стихотворение? Нет. Сама публикация, почти одновременная, в четырех газетах крупнейших, означает, что решение принималось так же, как решение об аресте Строскана на уровне намного выше, чем уровень президента США. Это на уровне структур наднационального согласования и управления. Не путать с мировым правительством, которого не было, не это, скорее всего, не будет. Речь идет о наднациональных структурах согласования и управления. Что означает это стихотворение? Ну, прежде всего, это стихотворение означает, что меняется статус Германии в современном мире. И не только потому, что в 2010 году немцы, 3 октября 2010 года, немцы закончили платить репарации по Первой мировой войне. Они выплатили, если перевести в золото, 100 тысяч тонн золота. То есть, немцы рассчитались по Первой мировой войне. Со Второй мировой войны они еще раньше рассчитались, точнее, рассчитались нацисты, потому что, так сказать, откупное, которое нацисты выложили за спасение верхушки Рейха, оно было, так сказать, запредельным совершенно. Кроме того, это показатель того, что Германия может теперь высказываться по очень серьезным проблемам. Я хочу напомнить, что первый заход идеологический против мультикультурализма, который является интегральным элементом неолиберальной схемы, сделали Меркель. То есть, Меркель разрешили выступить против мультикультурализма. Вторым выступил Кэмерон, причем он выступил в Мюнхене в Германии, и затем только Саркази. Причем получилось интересно, Меркель выступает против мультикультурализма, Кэмерон тоже. Наш Медведев тут же говорит, нет, мы за мультикультурализм. И тут же Саркази забивает последний гвоздь и говорит, что мультикультурализм провалился. Так вот, вот это выступление Гюнтера Грасса, оно покруче будет, потому что, а кого выбрали для выступления такого рода? Гюнтер Грасс, ну, конечно, Нобелевский лауреат, но с ноября 1944 по апреля 1945 он служил в АФНСС. Он эсэсовец бывший. И вот этот бывший эсэсовец выступает с критикой Израиля. Это первый раз с 1945 года немцу разрешили выступить с критикой еврейского государства и Израиля. Это, во-первых, это черная метка Израилю, что меняется ситуация на Ближнем Востоке, и Израиль в такой функции, в которой он существовал, он не нужен более, потому что другие люди будут заниматься, так сказать, Востоком, исламисты будут решать проблемы теперь жандармирования Ближнего Востока. То есть, получается, что Тойнбе был прав, когда в 1967 году сказал, что Израилю существовать лет 60, а не больше. И вторая вещь, безусловно, это снимает с Германию главную идеологическую изду, которая существовала 60 лет. Это неизбывная вина немцев перед еврейским народом. Причем очень интересно, что часть израильского общества раскололась. Истеблишмент раскололся, часть, люди типа Нетаньяху начали говорить, что это безобразие, фашисты и так далее. А вот газета Гаорец, одна из центральных израильских газет, сказала, там была передовая статья, в которой велась, а в чем, собственно, дело? А что, немец не имеет права критиковать евреев? То есть, это означает, что в самой мировой верхушке нет единой точки зрения по этому вопросу, но, в принципе, пересиливает та линия, которая посылает черную метку Израилю по поводу того, как он себя должен вести на Ближнем Востоке, чтобы он, не дай бог, не стравил раньше времени Соединенные Штаты и Иран, а, с другой стороны, изменилось положение Германии в современном мире. И я не могу сказать, что это очень хорошо, поскольку есть еще один процесс, который параллельно с этим идет. Тот же Гюнтерграсс все время говорит, что Совета виновата в той же степени, что и Гитлер во время войны. То есть, идет такая ползучая реабилитация, чуть подробнее об этом позже скажу, идет ползучая реабилитация Третьего Рейха. Вот я, поскольку я активно занимаюсь Четвертым Рейхом, меня интересует все, что связано с этой реабилитацией, потому что это очень серьезный процесс. Это то, над чем работали в течение 30 лет Мартин Борман, Каммлер и, так сказать, Телью, которые строили Четвертый Рейх. Май. Скандал в Ватикане, который вот заканчивается буквально на наших глазах. Это публикация секретных документов Бенедикта XVI и, по сути, это попытка разгрома систем политического влияния Ватикана. Это очень важная вещь, потому что в будущем, послекапиталистическом мире не должно быть много центров силы. А Ватикан, это, безусловно, одна из мощнейших структур и интеллектуальных, и религиозных, и финансовых, и разведывательных. И подсечь ее влияние, это одна из задач противоположной стороны. Причем подсекание идет разными способами. Например, Кот да Винчи фильм, это удар по Ватикану. А католическая церковь наносит ответный удар, она вкладывает фильм в Гарри Поттер, который есть реклама Ордена Госпитальеров. Фильм этот вообще выполняет много функций, но, помимо прочего, те люди, которые занимаются религиозными орденовскими структурами, это реклама Ордена Госпитальеров, школа Хогвартс, одежда, которую носят ее ученики, это Орден Госпитальеров. То есть, Мальтийский Орден, который занимает очень важную структуру в мировой верхушке, это Орден, который осуществляет оперативную связь между Ми-6 и ЦРУ с одной стороны и Ватиканом с другой. То есть, с одной стороны вражда, с другой стороны общие дела и так далее. Но это обычная нормальная вещь. Так вот, скандал, после которого все вышло на финишную прямую, произошел 29 мая. 30 мая, буквально на следующий день, в другой области очень интересное событие. Известие о создании Рокфеллерами и Ротшильдами совместного траста в 40 миллиардов долларов. 40 миллиардов долларов для Рокфеллеров и Ротшильдов по независимым оценкам совокупное богатство Ротшильдов 3,2 триллиона долларов. Когда нам в Форб пишут, что Гейтс и Уоррен Баффет с их 60 или 70 миллиардами, это самые богатые люди, но это как Галич пел, это рыжий все на публику. Что такое 70 миллиардов? Что такое 60 миллиардов? Ведь все прекрасно понимают, что главные богатства это семейные богатства. А кроме Ротшильдов и Рокфеллеров это не первая линия. Первая линия это барухи, которые в 1613 году создали Standard Chartered Bank, который считается банков банков. И его, кстати, положение особое этого банка заключается в том, что когда публикуются списки банков, этого банка в списках нет. И это и есть показатель, что вот этот банк, то есть разыгрываются места с первого по 50-е, а вот есть нулевое место, оно не разыгрывается. Мы не участвуем в игре, то есть профессионалы с дворовыми командами не играют. Так вот, 40 миллиардов долларов. Что такое эти 40 миллиардов долларов? Ну, наши экономисты некоторые, причем довольно толковые, которых я очень уважаю, начали говорить, это создается общак, чтобы встретить кризис. Какой кризис с 40 миллиардами, когда есть триллионы? Они, как говорил один из героев фильма «Адъютантового превосходительства», у него денег больше, чем у вас в Галифе и во всем Киевском казначействе. Вот это вот как раз такая ситуация. Значит, здесь очень интересно вот что. Кто сколько дал денег? Рокфеллеры дали 37 миллиардов, Ротшильды 3 миллиарда. От Рокфеллеров подписывал все Дэвид, то есть главный человек. А от Ротшильдов, человек, который в семействе Ротшильдов считается деревенским дурачком, таким полуизгоем. То есть это была на самом деле публичная акция, которая показала, что в борьбе Рокфеллеров и Ротшильдов, время, когда побеждали Рокфеллера, ведь если огрублять, я сознательно огрубляю ситуацию, Рокфеллеры выиграли у Ротшильдов две мировые войны. Рокфеллеры выиграли у Ротшильдов в 30-е годы Советский Союз, потому что Сталин договорился с Рокфеллерами о финансировании наших пятилеток. И поскольку на этом уровне никто никого до конца не убивает, водяное перемирие убивает людей из пятой сотни, Кеннеди, которые начинают себя вести как отморозки. А люди из первой пятидесятки, они неприкасаемые, поэтому здесь до конца никого не убивать, не добивать не будут. Но тем не менее загнать в ситуацию, когда противоположная сторона просит перемирия, это святое дело. Что и было сделано 30 мая. И ныне действительно Рокфеллеры находятся в состоянии обороны, потому что Ротшильды готовили свой удар после Второй мировой войны. Так получилось, что когда была создана Федеральная резервная система, там в основном были Ротшильдовские структуры. Но потом в результате двух мировых войн туда вышли активно Рокфеллеры. И удар по доллару в конечном счете это удар Ротшильдов по Рокфеллерам. Трудно сказать, чем это закончится, потому что здесь очень важен китайский фактор. Вообще нужно сказать, что в 2012 году борьба Ротшильдов и Рокфеллеров велась сразу на нескольких площадках. Китай, Россия и США. В США им нужен был Обама, они его получили. В Китае они убрали человека, который явно боялись его очень. Это история с Боси Лаем. Значит, Боси Лай, это был секретарь ЦК Компартии Китая по госбезопасности. Он погорел на том, что его ближний человек, по-моему, из провинции Сычуань, он делал бизнес с англичанином, одним бизнесменом, который, скорее всего, был агентом серьезным МИ-6. Ну и по совместительству он был любовником жены вот этого компаньона Боси Лая. Такая известная была в Китае гламурная адвокатеса. Но не Ксюша Собчак, но классом повыше, но очень такого же типа. И когда эти ребята поняли, что он из МИ-6, они не нашли ничего лучше, как его травануть. Но скандал вышел. Думаю, скандал вышел, моя версия, прямых доказательств нет. Но я вообще очень люблю систему косвенных свидетельств. Историки их очень не любят. Я в этом отношении люблю очень говорить, что я в таких ситуациях не историк, а следователь по особо важным историческим делам. Меня устраивают косвенные свидетельства. В качестве примера нам рассказывают, что в июле 1918 года привели 11 членов царской фамилии. Вошли еще 7 человек и начали их расстреливать. Но поскольку у меня, друзья, очень много криминологов, я, так сказать, повернут в эту сторону. У меня первый вопрос такой. Площадь этой комнаты, в которой расстреливали. Площадь такова, что если бы там 7 человек расстреливали 11, они все стали вот рядом. И в режиме танца Летка и Янка должны были друг друга расстреливать. Там столько не помещалось народу. Но традиционные историки, они этого вопроса не ставят, потому что вот им сказали, расстреляли 18. Вот историк, в общем, поверил. То есть, так устроена профессорская профанная наука, что, вот, так сказать, они всему верят. Возвращаясь к нашим этим вещам, Рокфеллеры тесно связаны с Ватиканом. И нынешний уход Папы, это, безусловно, еще одно ослабление позиций Рокфеллеров. Да, и две другие площадки. Значит, Обама нужен был, Обама выиграл. А вот у нас здесь не получилось так, как хотелось Ротшильдам. Потому что ставили они совсем на другую фигуру. И вышло все совсем по-другому. И не зря сюда приезжал Киссинджер. То есть, если бы, да, хотя Босилая убрали. Но Си Цзиньпин, которого Ротшильда почему-то считали, что он будет играть в их игры, он недавно сделал заявление. Он сказал, что если мы будем себя вести как Горбачев, то мы и кончим как Горбачев. Поэтому мы должны вести себя по-другому. То есть, он выступал сейчас в глазах китайского общества. Он, сказать, абсолютный Си Цзиньпин, абсолютный Мао есть. И вообще, китайцы очень интересуются одной проблемой. У них есть институт, вот я с ними, сказать, контактирую. Институт СССР называется, 200 человек. Они занимаются только одной проблемой. Как развалился СССР? Как разрушили СССР? Их это интересует больше всего. Потому что китайцы очень боятся этого. Разрушение Китая по советской модели для них будет означать такую кровь, что мало не покажется. Поэтому, когда были события на Тяньаньмэйм в 1989 году, которые нам представляют в качестве... Это студенты вышли митинговать. С этого началось. Но если это студенты митинговали, почему в Пекине, за 6 дней оказалось в Пекине, тысяча сожженных танков? Это студенты на танках там гоняли. На самом деле, это был самый настоящий переворот, где китайского Горбачева поставили на место. И в результате, в Китае, то есть если бы в Китае началась перестройка, то это было бы не как у нас. Гражданская война шла бы не в периферии, а она бы в центре шла. Потому что это такая китайская традиция. Я понимаю, что членам Китайского полябюро было трудно отдать приказ о разгоне студентов, с чего началось. Потому что там были их внуки, племянники и их дети. Но они сделали единственно нужный выбор. Потому что так нужно было действовать. Кстати, я хочу напомнить, что не за долгособытий туда приезжал Горбачев, который очень активно говорил за демократизацию. Вообще, те, кто помнит эти времена, наверное, помнят, что Горбачев очень активно тогда катался по странам социалистического лагеря. Везде к демократии призывал. У него сорвалось только в Румынии, где Чаушескому объяснил, что ничего не будет. И Чаушескому это поплатился жизнью. И на Кубе. Но на Кубе совсем не прокатило. Потому что когда Горбачев приехал устраивать на Кубе нечто вроде перестройки, те люди, которые могли ориентироваться на Горбачевский курс, были уже арестованы. Потому что у Кастро одна из лучших спецслужб в Латинской Америке. А может и не только в Латинской Америке. У меня дома есть в моем архиве замечательная фотография. Горбачев на Кубе сидит со своей дурацкой улыбкой, смотрит в зал. А рядом стоит Фидель Кастро. И смотрит на него внимательно с презрением и удивлением. Потому что Кастро-то знает, зачем он приехал. И знает, что зря приехал. Потому что уже всех арестовали. Это очень интересно. Кубинские спецслужбы это отдельная вещь. Моя любимая страна, куда я люблю очень ездить. Это серьезная очень вещь. И мне жаль, если Куба рухнет. Потому что в принципе там сейчас ситуация в стране такая. Теневая экономика все уже взяла под себя. И ждут все, когда умрут братья Кастро. Потому что у кубинцев в голову не приходит, что пока братья Кастро живы, там может что-то произойти. Но когда братья Кастро умрут, я боюсь, что Куба ляжет под американцев в прямом, в переносном смысле этого слова. Следующее событие. 31 мая, 3 июня. Бильдербергский клуб в США собрался. Эта встреча была довольно спокойной. Они закончили все споры. У них три года назад конфликтная ситуация возникла. Потому что там была прямо поставлена задача сокращения населения планеты к концу 21 века на 80%. Ну и поскольку люди понимают, о чем речь идет, то там возникло влиятельное меньшинство, которое объяснило. Они сказали, ребят, вот в 14 веке черная смерть, когда косила в Европе население, она косила не только знатных и богатых, не только бедных. Она косила знатных и богатых тоже. Так что вы, ребята, с этим аккуратней. И по-видимому, судя по тому, что происходит сейчас в Африке, в Ливии, по-видимому, ставка сделана на традиционный способ решения вопросов. Война и голод. То есть, то, что мы сейчас видим в Африке, Малии. И очень многие вещи просто по Африке не попадают в фокус. Поскольку на Африку, с одной стороны, все махнули руку, а с другой стороны, какая-то информация просто не проходит. Поскольку Африка это зона ресурсов на лет так через 10-15. И я все время говорю своим студентам, в студии стран Азии Африки, ребята, учите Суахили, учите Африканс, потому что через 10 лет будете востребованы. Особенно, если вы дополните свое знание африканских языков знанием рынка оружия, рынка алмазов, то вам цены просто не будет. Потому что это как раз то, что будет, думаю, очень востребовано. Нынешний Бильдербергский клуб прошел очень спокойно. Вообще не нужно преувеличить значение вот этих структур Бильдербергского клуба, трехсторонней комиссии. Я повторяю, это структура согласования. А Бильдербергский клуб вообще возник сначала и исходно, был первые 15-20 лет, как структура согласования династических и аристократических семей. Исключительно. И первым его куратором и руководителем был принц Бернхард, муж нидерландской королевы. Это очень интересный персонаж. Он работал в разведке Игофарбен Индустрии. Игофарбен Индустрии это крупнейшая корпорация 20 века. По ней смоделировано все остальное было. Значит, немецкая разведка выросла из разведки Игофарбен Индустрии. Сама Игофарбен Индустрии, это крупнейшая корпорация в мире, она возникла очень интересным образом. В 90-е годы 19 века Тевтонский орден распродал свои земли и вложился в банки химическую военную промышленность. То есть, когда мы говорим о немецком военно-промышленном комплексе, нужно помнить, что за ним маячит тень Тевтонского ордена. Просто Тевтонский орден превратился в нечто другое. Не стопроцентно, но тем не менее. Вообще нужно сказать, что очень многие формы в современном мире, которые нам кажутся очень современными, за ними стоят очень старые структуры, которые живут по своим принципам, которые очень не любят раскрывать секреты, которые ведут между собой подковерную, очень жестокую борьбу. Например, Папа Иоанн Павел II ненавидел Тевтонский орден, и он очень много сделал для того, чтобы ослабить их позиции. И поэтому избрание немца было не случайным, потому что снутри церковной точки зрения нужно было восстановить баланс. Ну и так далее. То есть, нынешнее собрание Бильдебрежского клуба, оно было, скорее сказать, таким ритуальным. В июне доклад Морган Стэнли Менеджмент. Это накат на нефтяников всего мира. Морган Стэнли Менеджмент в своем докладе зафиксировала, что нефтяники – это кровососы, так и было сказано, и что нужно конфисковать состояние кровососов, а также биржевых спекулянтов, и кто нажил деньги воровским образом. То есть, была зафиксирована необходимость конфискации молодых денег. И вот это очень интересная тема. Через несколько буквально месяцев мы к ней вернемся. Первые полугодия во Франции – это то, о чем не писала французская пресса и наша. Антисемитская кампания, во главе которой стояли арабы. Евреи писали во французские газеты, во французское телевидение, чтобы те как-то откликнулись на то, что делают арабы с евреями во Франции. Но французское правительство не хочет связываться с арабской диаспорой. Хотя арабов значительно меньше, чем это кажется. По подсчету показывают, что их меньше, чем обычно думают. Но тем не менее, французское правительство с ними связываться не хочет. И кампания эта была… Все первые полугодия Францию трясло. Но мировые СМИ, в том числе и наши, как воды в рот набрали. Ничего нет. Ничего нет. Конец лета. Очень важная вещь, которая на первый взгляд кажется ерундовой. Но что там наши, надо сказать, нам эти «хуту тутси». Значит, 17 августа главному прокурору Международного уголовного суда подан иск в отношении преступлений, совершенных нынешним президентом Руанды Кагаме, он из племени Тутси, геноцид против «хуту». Это был 1994 год. Тогда было уничтожено около миллиона людей. И что очень интересно, гарнизон ООНовский мог это задавить в самом начале. Но они получили приказ не вмешиваться. И как потом сказал один из наблюдателей, о котором чуть позже скажу, приказ этот пришел, он был продублирован из Франции, Миттераном. И приказ пришел от, как он сказал, национальных структур из Нью-Йорка. Что это за человек? Этот человек сейчас находится в розыске. В интернете наберите фамилию Синежук. Дело в том, что активно в событиях в Руанде участвовали украинские наемники и иностранный легион. Вот этот Синежук, он, по-моему, капитан или майор, и там еще был полковник Бондарь. Они сейчас оба в розыске. Но в розыске они, вот интересно, мир устроен при всех толерантностях, при всех политкорректностях. Значит, разыскивают их не за то, что они убивали африканцев. Дело в том, что за полгода до событий, даже за год, вот эти люди, которые... Все это готовилось, так сказать, не только африканцами. Значит, иностранный легион французский, его руководство и украинские наемники, они провели очень серьезную работу с белыми людьми. В Руанде жило очень много богатых белых людей. Значит, было все, так сказать, зафиксировано, у кого что есть. И когда началась резня в Руанде, эти люди обратились к белым, сказали, вы белые люди, мы белые люди, мы готовы вам помочь. Вы должны, так сказать, идите к южной границе, с тем, что у вас берите самые ценные, идите к южной границе, и мы там вас вытащим из страны. На южной границе всех этих белых людей физически уничтожили. Причем добили потом даже тех, кому удалось выбраться там нескольким людям в Германию и Францию, их находили и уничтожали как свидетелей Германии и Франции. Вот за это сейчас в розыске находятся Синежук и Бондарь. Синежук, кстати, написал с десятых стихотворений о том, что происходило. Причем он человек не бездарный, но стихотворение о том, как жгут, как насилуют, как убивают. Повторяю, стихотворение не бездарное, но по стихотворениям сразу видно, что это писал человек, который все это делал. Так что наберите в интернете. Правда, в интернете довольно регулярно это удаляют, но потом это опять появляется. В чем смысл? Вот Франция, африканцы давно уже хотели этого суда, но французы блокировали. А сейчас вдруг дали отмашку. Дело в том, что там не только французы замешаны, там примерно три десятка людей из мировой верхушки. Как мне объясняли, каким-то образом там каким-то боком задел эту ситуацию наш Черномырдин. Но ему уже мертвым не больно, он уже ушел в иной мир. Кстати, как-то у нас незамеченным произошло то, что после его смерти через три или четыре недели ушел его в иной мир, его заместитель бывший Бабичев, который совершенно здоровый человек. У меня никаких идей по этому поводу нет, но как-то странно как-то. И Черномырдин, хотя он долго болел, но он вообще-то мемуары писал. А вообще мемуары это такая вещь, вот например Эйхман, которого израильтяне похитили из Аргентины. Они прекрасно знали, где он живет. И только когда он начал писать мемуары и рассказывать о контактах сионистов с нацистами, вот тогда его похитили, судили в Израиле и казнили. Вообще писать мемуары это такая штука опасная. 31 августа, очень важная вещь. Вот как раз по поводу кровососов. Закончился суд, который журналисты назвали «Схватка двух кровососов». Абрамович против Абрамовича. То есть, понятно. Так вот, коммерческий суд высокого суда в Лондоне вынес свой вердикт, отказав Березовскому. Березовский не выиграл, но в ходе суда доказательно установлено, это так было сформулировано, что все, отчеркиваю, все российские капиталы 90-х нулевых годов возникли преступным путем. И процесс Абрамович против Березовского, он заложил правовые основы для решения вопроса о конфискации практически любых российских зарубежных активов, государственных и частных. В Англии такое законодательство. Если человек платит, да, поскольку они, можно сказать, живут в Англии и платят налоги там, они под присягой давали, то есть, это не вранье, то, что они говорили. Так вот, в Великобритании такое законодательство. Если человек платит налоги в Великобритании, то неважно, кому он дал взятку, хоть пингвину в Антарктиде один доллар, отвечать он будет в Великобритании. То есть, суд Абрамович Березовский, а на горизонте суд Дерипаска Черный, Ливаев Гайдамак. Так вот, но уже этот суд, юридически все основания для конфискации денег российских олигархов, если надо будет, без проблем. Потому что Абрамович рассказал абсолютно все. И Березовский тоже рассказал абсолютно все. Я когда вот это все смотрел по телевизору, я вспомнил фильм, мультфильм «Золотой ключик», когда там говорится, и одна пиявка так насосалась крови, что начала болтать. Вот они действительно очень много болтали. Причем логика их вывел, я не думаю, что они хотели все это рассказывать, но логика британцы их раскрутили на это. И теперь это ждет своего момента, ждет выстрела. Так что этот суд был очень-очень интересный. И некоторые аналитики наши считают, что иском Березовского семья просто договорилась с британцем и сдала российский бизнес, решая свои проблемы. Вот как раз по молодым деньгам. В октябре в Токио состоялась ежегодная встреча Международного валютного фонда и Всемирного банка. И Лагард, которая сменила Строскана, сказала, что громадное наследие госдолга, 110% по отношению к ВВП для экономически развитых стран, вполне соответствует уровню военного времени. На таком уровне просто так ничего не говорится. Что значит, что соответствует уровню военного времени. Это не значит, что завтра война начнется. Но это значит, что это можно и нужно конфисковать. Одна из задач сейчас мирового капиталистического класса, ну, понятно, что война может решить многие проблемы. Причем такая война не мировая, а очаговая, которая идет вот Мали, вот Южная Африка, вот условно Бразилия, еще где-то. То есть такая очаговая война, она может решить эти проблемы. Но до этого можно некоторые проблемы решить, изъяв молодые деньги. У кого? Изъяв у тех, кто эти деньги наворовал. Не обязательно российские олигархи, это бразильские есть олигархи. Любые молодые деньги. И Лагард, по сути дела, она об этом сказала. И дальше произошла очень интересная вещь, по поводу которой есть несколько интерпретаций, и я тоже выскажу ее. Сразу же после этой встречи. Стендер Честер Банк, который создан в 1613 году, повторяю, Барухов, это люди вообще неприкасаемые, просто неприкасаемые. Это даже не Ротшильды и не Рокфельдеры, это Барухи. Их оштрафовали на 340 миллионов долларов. Сумма небольшая, но здесь символически Барухи позволили себя оштрафовать на 340 миллионов долларов. Я думаю, моя версия такова, я на ней не настаиваю, но у меня другого весны и нет. Это было сделано сознательно, чтобы показать. Никто не отвертится. Уж если Барухи не вякнули, что их штрафуют, то уж какие-нибудь там гейтсы и так далее, они вообще должны молчать. Кстати, вы обратили внимание, что Гейтс и еще несколько миллиардеров отдают часть своего богатства, значительную, не своим наследникам, а они отдают, как так сказать, на нужды человечества, как они говорят. Но, опять же, это рыжий все на публику. Какое человечество у Гейтса, у Баффета? Речь идет о том, что деньги сдаются в некий общак, и люди себе покупают место в будущем. Кстати, у нас есть тоже один олигарх, который сделал то же самое. Это Потанин. То есть, человек присоединился, как когда нацисты пришли к власти, они говорили, присоединяйтесь, пока не поздно к нашему движению. Вот Потанин присоединился. И это очень серьезная вещь. И в контексте того, что сказала Лагард, это некий призыв. И Лагард это сказала в контексте, вот я это связываю с ситуацией Березовский-Абрамович. Октябрь. Очень интересная вещь. Охота на Клинтон, на Хиллари Клинтон. Убийство Стивенса. Стивенса не жалко. Это человек, который был одним из организаторов убийства Каддафи. И здесь можно по Шекспиру сказать, ступает равленная сталь по назначению. Но дело в том, что все это было устроено, на мой взгляд, для того, чтобы подсечь позиции Клинтон. И обратите внимание, выбив Клинтон, а перед этим ушел Петреус, убрали людей, которые связаны с ельскими иллюминатами. Ельские иллюминаты, нужно сказать, что вообще ЦРУ создавалось в свое время. Там туда шли очень серьезные люди, интеллектуалы. И в основном это были выходцы из Ельского университета, из аристократических американских семей, из общества череп и кости. Это их монополия. И вот здесь их очень здорово подвинули. И одновременно их подвинули по другой линии. Вообще в современном мире, где все секретится, очень много информации можно подчеркнуть в двух источниках. В желтой прессе, где проскакивают иногда фантастические просто вещи. А с другой стороны, в специализированной литературе. Ну, например, аномальные атмосферные явления. Журнал. Замечательный журнал. Там масса информации. Или, скажем, журналы, все, что связано с геоклиматической катастрофой, в скучных специализированных журналах. Но они того стоят. Я вот в прошлом январе, в январе 2011 года, весь январь потратил на то, что прочел три учебника по геологии и геотектонике, чтобы просто как на дилетантском уровне разбираться. Остальное сказать, что я не пойму. Я могу там спросить у специалистов, у военных, сейсмографов. Так вот, что произошло в апреле 2012 года. Мы возвращаемся назад. В Америке создана секретная служба обороны. Новая служба. Называется она Defense Clandestine Service. Чем они будут заниматься? Они будут заниматься сбором информации за пределом зон военных конфликтов. То есть тем же, что и ЦРУ. Но подчиняются они Пентагону, а не ЦРУ. И получается, что Пентагон начинает заниматься политической деятельностью. С одной стороны, это соответствует мировому тренду. Мировой тренд сейчас совершенно очевиден. В мировом правящем классе резко увеличивается процент людей, выходцев из спецслужб и из военных структур. Это просто совершенно железная вещь. Это видно по Израилю. Это видно по Германии. В Германии прошла очень интересная реформа спецслужб. Немецкие спецслужбы первые, которые официально ориентированы на борьбу с сетевыми структурами. И немцы в этом отношении имеют богатый опыт. Дело в том, что Гестапо к 1934 году задавило коммунистов. И с 1935 года Гестапо работало только по одному политическому противнику. Может кто-то догадается по какому? По масонам. Совершенно верно. То есть они были вынуждены переориентироваться на сетевые структуры. И поэтому теперь, когда им сказано, переориентироваться на сетевые структуры, этот опыт, бесценный опыт Гестапо. Гестапо была очень небольшая по численности организаций. Просто немецкий народ так устроен, что это такой стук всех на всех. Кстати, очень интересно. В Третьем Рейхе был один осведомитель на 200 человек. А в ГДР был один осведомитель на 100 человек. То есть ГДР в этом отношении была... Наши братья по соцлагерю. Приоритетные объекты оперативного интереса вот этого секретной службы обороны. Исламистские группировки. Северная Корея и Китай. Вот это те сферы, где эти люди будут работать. То есть это тоже оттеснение ельских иллюминатов. То есть смотрите, любое событие, которое происходит в мировой политике, у него есть первый уровень, это отношение людей, политических партий. Второй уровень, это финансовые структуры. И третий уровень, это закрытые общества, которые ведут свою длительную, многовековую войну, борьбу. И очень часто это все вместе переплетается. И в результате возникает очень сложная картина. Причем для этой картины у современной профессорской профанной науки нет языка для объяснения. Более того, она просто не видит эти явления. Это так же, как, например, если бы одномерные существа увидели шар, как бы они его восприняли? Как точку, как шар, они его не могли бы воспринять. Поэтому я все время говорю, нужна принципиально новая наука о современном мире. Следующая вещь, ну, Сирия. Там ситуация зашла в тупик абсолютный, а Сирию, так сказать, оппоненты обломали зубы. Потому что, во-первых, Асад был значительно менее самоуверенный человек, чем Каддафи, который не закупал оружие, который полагал, что если он дает деньги итальянцам и французам, все будет хорошо. Ему бы знать нашу практику начала 90-х годов, хотя бы из моего родного Люберецкого района, где если ты даешь деньги в долг, тебя первым же и прикончат. Кроме того, Каддафи, по-видимому, полагал, что если он занимает важное место в закрытых средиземноморских структурах, как маг пустыни, то это его спасет. Нет, не спасло. И Асад пошел по простому пути. Оружие, как в фильме «Белое солнце пустыни». Хорошо, когда есть кинжал, а плохо, когда его не окажется. Вот у Асада оказался кинжал. В Сирии все зашло в тупик. Но единственное, что произошло в Сирии интересного. Там возник новый субъект ведения военных действий, которого раньше не было. То есть, там до конца спрессовался вот этот слой бывших афганцев, арабов, которые... Там ведь воюют странные люди. Вот у меня есть один знакомый, который туда регулярно ездит, и с которым я туда чуть не попал в ноябре. Но МИД нам рекомендовал не ездить. А уж когда в январе можно было поехать, я уже не поехал. Он поехал, попал под снайперы. 20 минут лежал под снайпером. Слава богу, остался жив. Ну так вот, он рассказывал, как они взяли там... Он участвовал там в действиях. А до этого он месяц выбирался из Ливии после ливийских событий. Серьезный человек. И он говорит, взяли в плен сирийской оппозиции. Оказалось, афганец, который думает, что он находится в Палестине и воюет против израильтян. И таких там, и это не исключение. Это не исключение. Но самое главное, там сформировался тот субъект, который теперь вот после... И это проблема и для американцев тоже. А куда девать? Вот сейчас, если в Сирии все рассосется, а куда девать этих людей? А куда им деваться? Кстати, прямой путь на Кавказ, между прочим. Да, 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 да. Что еще из последних событий декабря 2012 года? Назначение Керри. Это очень серьезно. Когда-то Керри проиграл выборы, и у нас как-то к нему относились, ну, там, несерьезный человек. Керри это очень серьезный человек. Значит, кто он по происхождению? Значит, отец у него... Их фамилия не должна смущать, потому что его отец поменял фамилию по шотландской деревне, где они жили. То есть, по этой линии он еврей и очень приемлем для Израиля. Правда, он не галахический еврей, потому что отец еврей. Мать из династии Форбсов. Он очень богатый человек. Значит, бабушка по матери Уинтроп в родстве с четырьмя президентами США, включая Бушей. Это означает, что Керри, как и Буш, потомок Вильгельма Завоевателя. И это вам не Виндзоры беспородные, которые уцепились в свое время. Почему они так уцепились за Диану Виндзоры? Я уже не говорю о том, что сомнительно, что Виктория дочь того человека, за которого она себя выдает. Просто это доказали два британских биолога в 90-е годы. Но если сейчас этому дать зеленый свет, то поскольку внуки, племянники Виктории сидят на тронах в Европе, то это обвалит всю династическую систему Европы. Поэтому все делают вид, что они этого не знают, не замечают. И зачем вам нужна была Диана? Отец Дианы – десятый потомок Карла I, Стюарта. Стюарты – это потомки Мировингов. Первый европейский всерьез династии. Поэтому нужно было породниться этому ушастику с Дианой, чтобы его сын уже был, вот тот, кто сейчас женился на Кейт Миддлтон, чтобы он был и по линии Мировингов. Именно он, потому что Гарри – это не сын Чарльза, это сын майора из МИ-6, охранника Дианы. Поэтому Гарри так себя эпатажно и ведет, потому что он знает правду, и Королевский дом знает правду. Но Диана им очень сильно насолила. И вы знаете, что королеву запретила Кейт Миддлтон называть дочку Дианой. Потому что Диана действительно им очень насолила. Она вовсе не бедная овечка, какая она себя любила представлять. Так вот, Кейт Миддлтон – это родственник целого ряда монархических фамилий Европы и, что самое главное, Ближнего Востока. И разговаривать с ним будут, конечно, не так, как с Клинтон, которая выскочка обычная, и которая не котируется даже в американском правящем классе, эта чета не котируется. Я уж не говорю, как сказала Клинтон, нас презирают даже Кеннеди. Что имеется в виду? Кеннеди сами не из верхов. И поэтому семью Кеннеди наказывали в течение жизни трех поколений, чтобы показать всем остальным. А Клинтона получается еще ниже. Кроме того, Керри прошел, он учился в школе Святого Павла. Это самое старое частное заведение американское. Дальше. Когда он учился в университете, в колледже, он активно участвовал в компаниях Кеннеди. Он относился к англо-иландскому клану. Он их поддержал. Потом он учился в еле и вступил в общество череп и кости. И контактировал с Бушем, тем более, который его дальний родственник. То есть, Керри это человек, с которым будут совсем по-другому разговаривать во всем мире. И это такое стопроцентное попадание для американского истеблишмента. Что еще по событиям прошлого года? Нас все время пугали концом света 2012 года. Но на самом деле в 2012 году произошло несколько важных событий, которые будут иметь последствия 15-20 лет. Во-первых, 11 апреля 2012 года произошло два страшных землетрясения около Суматры. Причиной которых был раскол индоавстралийской плиты тектонической. На протяжении жизни человечества первый раз раскалывается плита. Когда Атлантида затонула, это была локальная мелкая трещинка, которая ничего не раскалывала. Здесь четыре трещины, более чем 100 километров каждая. Геологи, поскольку это первый раз такой, геологи не знают, каким последствиям это может привести. Но последствия явно будут. Хотя, может быть, не в ближайшие 5-6 лет. Следующая вещь. Ураган Сэнди. Ураган Сэнди открыл новую эпоху в ураганах. Потому что раньше радиус ураганов был самый большой 400-500 километров. Сэнди это 1500 километров. Связано это с остыванием. Атлантики в районе Гольфстрима. Остывание это было подхлестнуло, которое подхлестнуло взрыв на Deep Water Horizon. Вот это вот то, что произошло в Мексиканском заливе. Кстати, очень интересная вещь. За неделю до взрыва Golden Saks банк продал 44% акций BP на 280 миллионов долларов. А банки Вашовия и еще один банк известный, швейцарский, они продали, соответственно, 97 и 98% BP. Когда им сказали, зачем они это делают, они сказали, что это такие экономические причины. И через неделю шарахнул вот этот взрыв. Который привел к очень серьезным последствиям для Гольфстрима. Ну и, сказать, целом ряду других неприятных вещей, о которых сейчас просто нет здесь. Это не та тема. Так вот, Сэнди, по мнению климатологов, открыл новую эпоху в ураганах. Причем Соединенные Штаты это одна из самых уязвимых территорий на планете к различным климатическим неприятностям. В отличие от территории России, кстати. Ну и, наконец, еще одна вещь. Поскольку в августе 99-го года резко увеличилась скорость движения полюсов Земли, она, сказать, эта скорость нарастает. У нас все время говорят о потеплении глобальном. А идет, астрономы считают, что совсем другое идет. И что 25-й цикл Солнца, он будет похож на 23-й, который был связан с малым ледниковым периодом. То есть, целый ряд изменений говорит о том, что надвигается геоклиматическая катастрофа. Причем у нас обычно, сказать, очень много спекуляций на эту тему. Это глобальное потепление, это там планета, точнее, коричневый карлик Нибиру. Да, он существует, количневый карлик Нибиру, но никто не знает, каково его воздействие. А вот то, что каждые 11,5 тысяч лет наша планета проходит процесс перестройки, это вещь совершенно реальная. Есть такой сайт Geostrategy21, но странная вещь. Его то открывают, то закрывают. Я в свое время успел скачать доклад кандидата военных наук Смотрина о климатической ситуации на планете. Это очень интересная вещь. И Смотрин там хорошо очень показал, что вот этот процесс планетарной перестройки, который начался в начале 20-го века и закончится в 30-е годы 22-го, но активная фаза приходится на 1999-2034 год примерно. То есть мы оказались в фазе активной планетарной перестройки с изменениями климата и многими другими вещами. И на это же время попадает очень серьезный социальный кризис мировой перестройки. То есть мы получаем то, что я когда-то назвал кризисом-матрешкой. Ресурсный кризис, социальный кризис, социо-системный кризис. Здесь финансовый кризис это такой пустячок по сравнению с остальным набором. И по мнению всех специалистов, единственной стабильной и ресурсообеспеченной зоной на ближайшие 250-300 лет будет Северная Евразия. То есть территория нашей страны. На Западе 40 лет уже занимаются в закрытом режиме проблемой вот этого серьезной планетарной перестройки. Но в 2011 году карты были выложены на стол. Институт Брукингза и Лондонская школа экономики обнародовали проект, который они делали в течение трех лет. Думаю, что насчет трех лет они приврали. Думаю, они значительно больше им работали. Проект называется очень интересно. Проект внутреннего перемещения. Речь идет о переселении больших масс народа, населения Северной Атлантики в Северную Евразию. И в этом проекте отработаны кибернетические модели, какие болезни вспыхнут в результате, каким экологическим последствиям это приведет. И в этом контексте мне совсем не странным кажется фраза Обамы, которую он сказал в мае 2011 года. Он сказал, что 21 век будет веком возникновения новых наций путем серьезного смешения. А какое может быть смешение? Только в результате серьезного переселения народов. Я согласен с теми специалистами, историками, демографами, которые полагают, что мы находимся действительно на грани нового переселения народов. Потому что если, скажем, африканские товарищи побегут на юг Европы, их ничто и никто не остановит. В этом отношении ситуация 21 века может оказаться очень похожей на 5-6 века. Но только если учесть, что в мире есть бактериологическое оружие, ядерное оружие, это может все выглядеть значительно веселее. Я всегда говорю своим студентам, мы живем не в самые, конечно, веселые времена, но в очень интересные времена. И единственный способ жить в такие времена это не бойся, не проси и будь готов встретить судьбу и не убегать от нее. Потому что если будешь убегать, она тебя все равно догонит и догонит в очень такой неприятный для тебя момент. Но если говорить о том, что нужно в таких ситуациях, ну конечно нужны воля и разум. Воля это готовность порвать врага, даже если у него автомат, а у тебя даже винтовки нет, как это делали наши отцы и деды в 41 году. Поэтому разум это адекватное понимание ситуации. Вот здесь дело обстоит очень и очень плохо. Римский клуб одной из глобальных проблем называет неосознанность происходящего. Это при том, что римский клуб сам сделал очень много для этой неосознанности. Я всем очень рекомендую книгу Павленко «Миф об устойчивом развитии». Автор Павленко. Там очень хорошо показано, как в 60-е и 70-е годы западная элита под разговоры о необходимости противостояния экологической угрозе задурила голову советской элите и втянула ее в диалог, в котором выиграть было нельзя. И вот это втягивание советской элиты, которая закончилась Горбачевщиной, оно начало в 60-е годы, в конце 60-х годов, после того, как мы сделали Чехословакию, стало ясно, что Советский Союз не сокрушим извне. И была сделана ставка на удушение Советского Союза в объятиях через интеграцию номенклатуры в западную публику. Что и было сделано, особенно после 73-го года, когда в 74-75 годах, после нефтяного кризиса, в Советский Союз пришло, об этом очень мало пишут, не учтенных 170-180 миллиардов долларов. По нынешним целям это 1 триллион. Они были вложены в теневую экономику, в западную экономику. И те люди, которые вкладывали эти деньги, ну они через 10 лет потребовали политической власти, то есть превращения этих средств во власть. И очень интересно, что по мемуарам нынешних помощников Горбачева, а также таких людей, как Шеварнадзе и прочих, которые уже ничего не боятся и рассказывают разные разности в своих интервью, можно вычислить, что именно в середине 70-х годов была создана та команда, которая должна была валить Советский Союз. Именно когда пришли эти деньги, когда стало ясно, что можно создать экономическую базу для нового класса собственников. Так вот, что касается картины мира. Проблема заключается в том, что современное обществоведение не отражает мировую реальность. Смотрите, социология. Базовый объект изучения социологии – гражданское общество, которого в большей части стран нет, да оно и на Западе отмирает. Политология изучает политику и государство. Но политика на Западе превращается в комбинацию шоу-бизнеса и административной системы. И появление таких фигур, как Шварценаггер в качестве губернатора Калифорнии – это первая ласточка. Этого будет все больше и больше. Или Кличко в качестве мэра Киева. Гражданское общество тоже скукоживается. Иными словами, те науки, на которые у нас была, почему-то не у всех, но очень у многих в 90-е годы, многие полагали, придет социология и политология, вот она нам все объяснит. Это еще религиозная русская философия, которая устарела уже в конце 19 века, вот она нам все объяснит. В результате сейчас оказывается ситуация, возникла ситуация, когда, и на Западе, кстати, такая аналогичная ситуация, когда нет адекватного знания о понимании современных процессов. Знания есть на Западе. В свое время покойный Александр Александрович Женович, поскольку я часто довольно преподаю в Америке, но мне было интересно, он же 20 лет прожил назад, мне было очень интересно его точки зрения. Я спросил его, как в университетах американских. Он говорит, такие же идиоты, как у нас. Это правильно, абсолютно. Это специалисты по шестому волоску в левой ноздре. И больше ничего. Говорит, а вот серьезные люди работают в закрытых структурах. Он говорит, но они занимались. Он говорит, я вот общался с людьми. Они, говорит, изучали Советский Союз, 1200 структур, кстати, изучала Советский Союз. А у нас был только один институт США и Канады, где половина была агентура влияния, а половина тряслась, что визу не дадут в Америку. Поэтому молчали в тряпочку и писали про разные разности. Кстати, сейчас все то же самое. Так вот, там было 1200 структур. Но серьезные структуры изучали, как сказал Зиновьев. Он хорошую очень метафору привел. Он говорит, понимаете, они изучали, он говорит, можно слона изучать как зоолог. Вот у него мозг, вот у него там пищевая система, вот кишки. Они изучали, как охотник изучает слона, чтобы завалить его с одного выстрела. Один выстрел, один труп. А еще лучше один выстрел, два трупа. Вот нам нужно такое же знание обо всех наших оппонентах и прежде всего о нас самих. Я очень не люблю, когда начинают сюсюкать по поводу тайн русской души. Зиновьев тоже очень хорошо сказал, что такое русская душа. Это русский бардак в рамках одной головы. То есть мы очень часто себя оправдываем тем, каким мы духовные и так далее. Нам нужно такое абсолютно беспощадное знание о самих себе и о мире. И чем быстрее это знание будет создано, тем лучше. 4 февраля 1931 года Сталин сказал, что если мы не пройдем за 10 лет тот путь, который прошли западные страны, за 100 лет нас сомнут. Мы прошли в 1937 году уже Советский Союз имел автарки военно-промышленную по отношению к Западу. Сейчас ситуация острее. Во-первых, нам нужно создавать новую науку об обществе, а во-вторых, нам нужно создавать очень серьезный психоинжиниринг. Что показало, вот в чем значение арабской весны, так называемой. У нее много аспектов. Но в арабской весне впервые американцы пробили очень важную стену, над которой они бились 30 лет. 30 лет американские социопсихологи, психоисторики думали, как пробить общество с нехристианской, не западной культурой. Но не работают модели западные на ислам. Не только на ислам. Как сказал мне один человек, который представился юристом, когда я преподавал в Штатах в 2008 году. Ну ясно, это юрист. У меня сомнение, что это ЦРУшный человек. Очень умный человек, толковый. На преподавателя юрфака он никак не тянул. Значительно умнее, чем стандартный преподаватель. И он мне говорит, вы знаете какая штука? Он говорит, а не действуют на славянских детей, в частности на русских, наши стрелялки? Я говорю, почему? У меня был готов ответ. Но он ответил очень грамотно. Я бы так же ответил. Он говорит, у вас другая смеховая культура. Я его спросил, вы имеете в виду то, что в русской смеховой культуре может быть одновременно страшно и смешно, а в западной нет? Он говорит, абсолютно точно. Я говорю, ну и что вы будете делать? Он говорит, мы сейчас нашли дюжину ваших психологов, которые адаптируют наши стрелялки к вашим схемам. Значит, чего добились арабской весной эти ребята? Они теперь работают, они нашли способ бить не по социальной психологии, а сразу перепрыгивать социокультурный и социопсихологический барьер и выходить на уровень психобиологии. То есть это удар по психике. Это удар по психосфере, минуя вот эту культурную составляющую. Это прыжок в психобиологию. И это было отработано с помощью... Ведь вспомните, как развивались события в Тунисе или в Египте. Это классический флеш-моб, смарт-моб. И это все очень-очень управляемо. И в этом плане очень интересна дискуссия, которая была между Киссингером и Обамой. Киссингер сказал, что Обама не прав. Нужно было сначала подготовить новое поколение лидеров, а потом валить Мубарака и Бен-Али. А Обам это был прав. Дело в том, что для того движения, которое они сейчас затеяли, не нужны лидеры. Это безлидерское движение. Флеш-моб не предполагает этого. А для организации хаоса и исламистов хватит. То есть, поскольку Америка перенапряглась и уходит из Ближнего Востока в прежнем качестве, им нужна передышка. А передышка только идти нужно так, чтобы никто этим не воспользовался. Для этого нужен управляемый хаос. Лучше, чем исламистов найти кандидатуру на управляемую организацию, управляемого хаоса невозможно. Но было две страны, в которых исламисты были либо слабы, либо они сидели тихо. Это Ливия и Сирия. Поэтому Ливию и Сирию завалили. То есть, здесь все очень просто. Иными словами, два направления становятся очень-очень принципиально важными. Это направление, которое я условно называю психоисторическая борьба. Это психоинжиниринг двух видов. Воздействие на толпу и воздействие на элиты. Это очень важная вещь, потому что достаточно элиты, правящие, поставить под ложный поток информации. Все. Дальше можно делать с этими группами все, что угодно. Если ты сформировал ложную картину, это как в фильмах, когда грабят банки, когда компьютер отключают, там статичная картина, там уже люди все выносят. Последние мешки, а охранник хлопает и смотрит, что все хорошо. Вот то же самое происходит с наукой. То есть, одна из главных задач сейчас, это создание принципиально новой социальной науки, которая позволила бы нам не просто знать, а понимать процессы, которые идут в мире. Я хочу напомнить, что в 1927 году Сталин отправил на Запад группу из своей личной разведки, которые 4 года шерстили архивы, за денежку подкупая, так сказать, людей. И за 4 года они выявили все связи родственные финансовые европейской верхушки. Кстати, Гитлер, когда пришел к власти, он сделал то же самое. Но до Гитлера, например, что меня поразило, никакого Гитлера еще нет у власти. 1931 год, военно-морская разведка Германии. Нужно сказать, что ядром вообще всех разведок мировых, серьезным, являются военно-морские разведки. Так сложилось. Потому что первая военно-морская разведка была у британцев, и нужно было им противостоять. Так вот, военно-морская разведка Германии в 1931 году закончила проект, они за 2 года его смастырили. Они составили полный список всех частных и государственных антикварных коллекций, коллекций искусства. В 1939-1940 годах нужно было только машины подгонять по указанным адресам. Вот это называется работа на опережение. Вот сейчас нужна такая же работа на опережение по анализу современной ситуации. Нужна очень серьезная, не скажу, что это наука, дисциплина, нужна очень серьезная научная программа по изучению мировой верхушки, по изучению низовых мировых процессов, то есть по изучению всего того, что происходит в мире. Но сказать легко, нет понятийного аппарата. Нам говорят, например, Советский Союз тоталитаризм. Что такое тоталитаризм? Начинаешь разбираться, это не научное понятие. Например, говорят, государство, бюрократия. Все эти понятия, они работают только на очень небольшом отрезке. Вот я недавно отанонсировал в журнале «Однако». В журнале «Однако» у меня есть рубрика такая, книжные анонсы в каждом номере. Я отанонсировал одну лучшую, я на мой взгляд, это одна из лучших книг о Японии. У меня одна из работ, я заведую отделом Азии и Африки в Институте научной информации по общественным наукам. 30 лет уже заведую. И мы издаем журнал «Востоковедение, африканистика», то есть мы реферируем западную литературу о Востоке. То есть я примерно знаю, что пишут о Японии. 30 лет я на этом сижу. Я должен сказать, что книжка, которую мы отанонсировали, «Вольферен. Загадка японской власти». Одна из лучших книг. Что он пишет? Его японцы, кстати, ненавидят за эту книгу. Он голландец, 20 лет прожил в Японии. Что он пишет? Он пишет, что в Японии нет общества, в Японии нет государства, в Японии нет политики. Что есть в Японии? Он говорит, я говорю честно, у меня нет понятийного аппарата. В Японии есть японская система. И дальше он на пальцах показывает, как действует японская система, где у нее болевые точки. Вот на чем я хочу закончить. Нам нужна наука, которая покажет, где болевые точки у противника, чтобы сработать по снайперскому принципу. Один выстрел, один труп. А еще лучше два трупа. Могли бы вы рассказать подробнее о практическом аспекте работы сборского клуба? Как вы вообще его видите? Это первый вопрос. А второй, на базе чего можно было бы создать альтернативу таким вещам, как Беркмановский центр, например, который занимается? Что касается изборского клуба. Он в самом начале своего становления. Вообще лучше этот вопрос задавать Александру Ильичу Параханову, у которого, кстати, 26 февраля был юбилей, 75 лет. Вот. И я думаю, что этот вопрос лучше задавать ему. Пока что изборский клуб готовит серию докладов. Как в России часто это происходит. Русские медленно запрягают, но быстро ездят. Ну вот посмотрим, запрягаем пока медленно. Надеюсь, поедем быстро. Что касается второй вещи. Как создавать центры типа Беркмановского. Это, так сказать, абсолютно... Кстати, Беркмановский центр не только разрабатывал нам программу нашего образования. Он разрабатывал схему благосферы. Твиттер, это совершенно верно. Вы знаете, я когда занимался арабскими революциями, меня, естественно, при том, что я занимаюсь Востоком, но меня арабские революции интересовались только одной точки зрения. Мировая борьба за власть, информацию и ресурсы. Я посмотрел, как, какими, какие деньги вбухивались структуры, изучающие арабскую благосферу. Как вообще фантастические деньги вбухивались. Значит ли, что этому нельзя противостоять? Нет. То же то, что делают, они можно делать за меньшие деньги, как у Усоцкого. А наши ребята за ту же зарплату уже многократно уходят вперед. Кстати, я не случайно привел пример хоккея. Ну, я просто человек, двинутый на хоккей. Правда, не на нынешнем, а на, сказать, прежнем, советском. И я по, сказать, роду работы, поскольку я занимаюсь организацией науки, но я очень люблю читать наших тренеров, наших режиссеров. То есть, людей, которые занимаются организацией. И вот, когда я читал про Тарасову книгу, про великого нашего тренера, значит, в 1955 году Тарасов поставил задачу сделать канадских профессионалов. В 1955 году. Он понимал, что это очень сложно, потому что он разбил хоккей на три показателя А, Б, С. То есть, силовая борьба, техника, сила и точность бросков. И он, к сожалению, констатировал, что мы по всем этим параметрам уступаем канадцам. И если мы будем тягаться с ним, если мы будем догонять, догоняющий никогда не догонит. И тогда он сделал такую вещь. Он написал А-прим, Б-прим, С-прим. А потом еще добавил А-прим, 2-прим, Б-прим, 2-прим и так далее. Что такое? Скорость. За счет чего скорость? Первое. Скорость перемещения. И второе. Скорость за счет коллективной игры. Когда наши сделали канадских профессионалов в первой игре, 7-3, тогда знаменитая эта серия, Эспозита сказал, что он часто терял шайбу из виду советских хоккеистов. То есть, надо действовать нестандартно. Но это все, конечно, легко говорить. Но я думаю, что при той организации... Понимаете, в чем сила вообще? Здесь вопрос, он затрагивает, в чем сила западной элиты. Это действительно очень серьезный противник. Это не значит, что их нельзя бить. Сталин бил, значит, сказать можно. Так вот, в чем сила западной элиты? Ну, во-первых, это 400 лет отбора определенного человеческого материала. 400 лет. Ведь что такое были масонские организации в 18 веке? Там готовили человеческий материал, который должен был взорвать Европу. И подготовили. Что такое была энциклопедия просветителей? Это было первое психоинформационное оружие, которое за 50 лет разоружило французскую элиту и заставило ее принять революцию. Ведь они приняли революцию. Ведь как интересно готовилась французская революция. Масоны заказали человеку, которого звали Адриан Дюпор. Неизвестно, был он масоном или нет. Исследование. Как начать французскую... Там было три вопроса. Он получил грант на исследование. Значит, три вопроса. Первое. Как начать революцию, чтобы никто не помешал? Второе. Европейские монархи, они вмешаются в первые 2-3 года? И третье. Как руководить революционным процессом? Дюпор сказал, что начать революцию нет ничего проще. Нужно созвать генеральные штаты, которые не созывались аж с начала 17 века. Это традиционный институт, и никто не заподозрит. Но нужно, чтобы все депутаты приехали на генеральные штаты с одинаковыми наказами. Наказ или КАЕ, тетради. Они приехали с одинаковыми наказами, потому что масонария хорошо поработала. Вторая вещь, он сказал, что монархи не поймут, в чем суть. Они первые 2-3 года не сунутся. А третье. Единственное средство управления революционным процессом, сказал он, оно страшное. Но это единственное. Это революционный террор, который будет затягивать все большее и большее количество людей. Он получил свои деньги, умер в своей постели в начале 19 века. Вот так готовятся серьезные вещи. Что еще характерно для западной элиты? Я ни в коем случае не идеализирую ни Кейсинджера, ни Бжезинского. Но это в качестве примера. Смотрите. Во-первых, оба они профессора. Во-вторых, поработали профессорами, они идут работать в большую политику, в мировую. Ушли из мировой политики, занимается, так сказать, юридическая фирма, бизнес. То есть, эти люди работают в разных сферах. Интеллектуальная сфера, бизнес, большая политика. Как известно, чем в большем количестве сред существует та или иная система, тем она сложнее и сильнее. У нас, среди наших политиков, есть какие-то люди, которые могли бы... Я иногда вот так вспоминаю нашего Николая Ивановича Рыжкова. Я сейчас не говорю там Горбачев, предателей нет. Но вот психотип Горбачева. Ну и поставить его рядом с Киссинджером или Бжезинским. Ну это как к тому же Высоцкому, как школьнику драться с отборной шпаной. Это люди, которые отбирались системой. И нужно сказать, что после 1945 года западная элита вообще заботилась, чтобы не было таких людей больше, как Гитлер, который в 1939 году соскочил с крючка. В этом отношении очень показательна судьба Обамы, который поступил в институт и сразу же его выделили как перспективного. И в группе из 8 человек его придали Бжезинскому, который с ними работал. Вообще нужно сказать, что отбор элиты, скажем, в тех же американских школах, он идет очень грамотно. Я могу сослаться на тот пример, который я хорошо знаю. Когда я жил в Америке, у меня сын учился в американской школе. И хорошая школа была нормальная, государственная. Пятерка там была 92,4%. Когда он перевалил за сотню, его вызвали к заучу и сказали ему, давай мы подпишем сейчас с тобой договор, ты наберешь 128 баллов. Если за 10-11 класс, то ты выбираешь университет, ты выбираешь кафедру, они за тебя платят. Сын сказал, что мы уезжаем через полгода. Я на следующий день пошел в университет, где я преподавал, и Эммануилу Уолерстайну, с которым мы писали книжку по методологии истории от основателя миросистемного анализа, говорю, вот смотрите, какая вещь. Он говорит, а вы думаете, для вашего сына делается? Говорит, нет, система работает по-другому. После событий 68-го года главная задача американской школы вырастить человека с амбициями телевизор и банка пива. Но в то же время в среднем классе появляются ребята физически сильные, волевые, умные. И задача системы решить две проблемы с ними. Первое, изъять их в качестве лидеров потенциального протеста среднего класса. И второе, поставить на службу двум процентам, которые живут вверху. Все определяется этим. То есть западная система отработала. И эта система работает с 16 века. Ее венецианцы внедрили в Англии. Эта система работает. И вот эта элита, которой 400 лет, у нее есть свои слабые места. Они там грызутся между собой. У нее есть уязвимые места. Но это очень серьезная, это главное, вообще западная элита, это главное цивилизационное достижение Запада. Потому что эта элита носит мировой характер. Как-то забывают одну вещь. Вот когда мне начинают говорить, что разговоры про закулису это конспирология дешевая, я категорически с этим не согласен. Дело в том, что без того, что неудачно Иван Ильин назвал закулисой, капитализм не может воспроизвестись. И вот почему. Дело в том, что капитализм, как экономическая система, это мировой рынок, это единая система. А политически это совокупность государств. Но у буржуина во Франции есть интересы в Англии, а у того, кто живет в Англии, есть в Германии. И они могут их реализовать, только нарушив законы своей страны и чужой страны. Значит, первое, им нужна организация надгосударственная, наднациональная, а второе, закрытая. То есть, то, что называют за кулисой, это нормальное функционирование капиталистической системы. В профессорско-профанной науке существует только капитал и государство, но нет самого главного. Наднациональных структур, которые решают долгосрочные проблемы этой системы и снимают базовые противоречия между капиталом и государством. И вот эта циркуляция элит, университет, внешняя политика, бизнес, она настолько делает их серьезными людьми. И плюс огромные финансовые вливания, потому что университеты американские, они решают две проблемы. С одной стороны, для массовки это скрытая форма безработицы. Я насмотрелся в американских университетах на 40-летних студентов. Просто выгодно держать человека. Ну хорошо, он перебесится, а потом, когда он за 40 уйдет из университета, он уже социально не опасен. А с другой стороны, это выдергивание людей, которые могут служить правящему классу. Некоторые не выдергиваются, их уничтожают, их сажают на наркотики, их компрометируют, их давят через обвинения в политической некорректности. Но есть огромное количество этих структур, которые подпитываются государством, капиталом, закрытыми обществами, типа череп и кости. И здесь мы имеем дело не с одним Беркмановским центром, мы имеем дело с матрицей. Значит, нужно всерьез работать, как это делал товарищ Сталин, искать уязвимые места, работать на их противоречиях. Когда Сталин сыграл на противоречиях Ротшильдов и Рокфеллеров, это был очень сильный ход. Но нужно этим заниматься. Ведь понимаете, у нас что произошло? С середины 50-х годов у нас перестали изучать капитализм самостоятельно. Мы начали переводить сначала коммунистов, потом стали переводить просто левых, потом вот эту всю неолиберальную шантропу, типа Хаека и Попера стали. У нас нет, у нас смешно, но когда ты начинаешь в академическом сообществе говорить о проблемах капитализма, тебе говорят, а ты что, марксист что ли? То есть, если ты занимаешься теорией капитализма, ты значит, марксист. Поэтому противостояние таким структурам, во-первых, конечно, эффективно это может организовать только государство. Но здесь еще одна проблема. За 20 лет, вот я сейчас возмущался своими студентами пятого курса в одном на одном факультете МГУ, не буду называть какой, пятый курс, такое впечатление, что четыре года прошли, пятый курс, первый год магистратуры, прошли совершенно, так сказать, бессмысленно. Вот что мне нравится в американских студентах, при том, что вот они могут прийти, они ничего не понимают, но я за многие годы преподавания, я начал в Америке преподавать с 90-го года, я ни разу не столкнулся с студентом, который пришел неподготовленным на семинар. Ни разу. Он ничего не понимает. Он работает по принципу, знаете, как американцы, американские врачи работают, когда приходишь к нему и говоришь, голова болит, он тебя сразу на томографию посылает, чтобы исключить рак мозга. Дальше, потом ты идешь, дальше, дальше, потом уже голова болит. А купить лекарство нельзя. Это также, или так скажем, американцы, у тебя забрахлил чуть-чуть мотор, он не будет копаться, он выбрасывает, дает тебе другой мотор. Американские студенты также устроены. Их завести нельзя на интерес, если ты им в лекции про их страну или про что-то, начнешь какие-то иллюстрации из палеонтологии или из чего-то, из астрономии, это у них гаснут глаза, у наших не гаснут, но наши студенты на 90% приходят неподготовленные на семинары. Они живут по принципу от сессии до сессии, живет студенту весело, а сессия всего два раза в год. О чем это говорит? То, что у них общество профессионалов, а у нас общество любителей. У нас общество профессионалов, может, я опять же хоккейную аналогию придумал, у нас профессиональная была команда ЦСКА и сборная, а остальные, так сказать, очень плохо. Значит, этого поменять невозможно. Значит, нужно исходить из суворовского принципа, работать не числом, а умением, пытаться создавать такие структуры, работать, объяснять власти. Сейчас хорошо ситуация, власть поняла, что судьба Милошевича, Каддафи и прочих, это, так сказать, реальная вещь. И поскольку, так сказать, такую судьбу не хочется, власть начала себя вести по-другому. Здесь непаханное поле, и здесь есть противоречия. Антонио Грамши любил говорить, что есть пессимизм разума и оптимизм воли. То есть, все равно нужно бить в одну точку, бить, 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 бить. Но все это сказать легче, чем сделать. Надо работать. Как вы видите, вот создание российской элиты, ну, в том смысле, как бы противовес западное, в том смысле, что, ну, как бы объективных, вот таких причин, там, семья, капиталы, там, владения, там, мировинки и все остальное нету. Как бы мы почти с голого листа начинаем, который раз в прошедшем веке. На этот вопрос нужно отдельную просто лекцию читать. Я вас просто адресую к своей статье, которую я написал. Это журнал «Однако», 2011 год, первый номер. Статья называется «Холодный восточный ветер». Почему она так называется? Там, к сожалению, второй эпиграф не поместился. Там два эпиграфа к ней. Скажу сразу, о чем судя. Статья. Речь идет о том, каков должен быть субъект стратегического действия, то есть, элита, которая может вытащить Россию из ловушки. Я говорю, что такого субъекта нет. Я говорю, там просто параметры. Каким параметрам он должен отвечать? А почему называется «Холодный восточный ветер»? Ну, там эпиграф из Высоцкого. Это не значит, что я фанат Высоцкого. Я прекрасно понимаю, какую роль Высоцкий играл в советской системе, как он поженил блатную песню. Это был антисоветский проект на самом деле. Но песни у него бывают иногда очень-очень неплохие. У меня ребята мои вконтакте, некоторые возмущаются, как это я цитирую Галича, антисоветчика. Ну и что, что антисоветчик с ним? Песни-то у него хорошие некоторые были. Там есть фраза «И от ветра с востока пригнутся стада». Но самое главное, я бы сказать, в другое. Вот тот эпиграф, который не поместился просто на страницу. У Канан Дойла есть рассказ о Шерлок Холмсе, его прощальный поклон, написанный в 1917 году. И там заканчивается одно из дел. И Шерлок Холмс говорит, давайте у Отсон собираться, потому что скоро подует ветер с востока. А Отсон говорит, да нет, обещали западный ветер. И Шерлок Холмс говорит, да, старина Отсон, вы в этом меняющемся мире, вы единственное, что не меняется. Скоро поднимется такой ветер с востока, что очень многое в Англии погибнет. Но я надеюсь, что этот ветер, холодный ветер, оздоровит нашу страну. Вот поэтому у меня статья называется «Холодный восточный ветер». Понимаете, какая вещь? В России, Россия каждый раз, это не значит, что так будет всегда, но Россия выскакивала из ловушек. И у нас все серьезные вещи происходили вот когда. Когда на Западе был кризис, и казалось, что мы уже просто никогда не поднимемся. Смотрите, когда была смута первая, начало 17 века, нас можно было брать голыми руками. Однако в Европе была 30-летняя война 1848 года, а когда война закончилась, мы уже могли, так сказать, ломать поляков. Когда Петр I загнал страну в тупик и умер, и оказалось, что Россию тоже можно брать голыми руками, Европа тоже воевала за наследство польское, австрийское, испанское. У нас было пространство для вдоха. То же самое после гражданской войны. То есть кризис, мировой кризис, когда говорят, ой, кошмар, мировой кризис. Я все время говорю, что исторические мировые кризисы – это шанс для России, потому что хватка чужих и хищников на горле России слабеет. И еще второй момент, как у нас появляются новые элиты. Я считаю, что две главные ключевые даты русской истории – это 1565 год и 1929. 1565 год, 3 января, введение опричнины. И 1929 год, это прикончили НЭП, 17-й год не изменил положение России в международной системе. Она как была сырьевой придаток, так и осталась. В 1929 году, когда окончательно был сделан выбор в пользу «четырехлетняя борьба Сталин закончилась» и началась строительство социализма в одной стране, был сделан определенный выбор. В чем ситуация была с 1964 года и 1928 года? В России традиционно создается очень небольшой по объему совокупный общественный продукт. Поэтому у нас быть очень богатым можно только если воруешь. У нас можно среднедостаточно жить, честно. Выше нельзя, просто очень маленький объем совокупного общественного продукта. И когда совокупный общественный продукт предшествующей эпохи проедается, возникает вопрос. А на чем делать рывок в будущее? На костях народа или на костях верхушки? Ну и части народа, потому что, так сказать, он просто очень большой. Вот Иван Грозный и Сталин, за что их ненавидело, кстати, Ивана Грозного не любила и либеральная публика наша в 19 веке. Смотрите, какая вещь. Петр Первый угробил 25% населения страны. Иван Грозный этим похвастаться не может. Но на памятнике Тысячелетия России в Новгороде Ивана Грозного нет, а Петр Первый идет первым. В чем отличие Петра Первого от Ивана Грозного и Сталина? Петр Первый, при всей своей жестокости и прочее, он позволял своему окружению воровать. Он позволял им разворовывать страну. То есть, это был такой олигархический вариант опричнины. Сталин и Иван Грозный это народный, демократический вариант опричнины с выходом принципиально новой элиты. То есть, у нас новая элита возникает, как правило, не от хорошей жизни, а из кризиса. Когда часть элиты понимает, что нужно изничтожить другую часть и начать выражать общенациональные интересы. А то будет плохо. Будет плохо всем. И, к сожалению, это вот так устроен мир. У нас действительно нет западной элиты и тягаться с ними. Вот в такой борьбе невозможно, мы проиграем. Это как садиться с Грассмейстером и играть в шахматы. Ты не выиграешь у него. Но если выиграешь у Грассмейстера, это вопрос жизни и смерти, то нужно сбрасывать шахматные фигуры, брать доску и бить по голове. Вот. Это такой вот альтернативный ход. Поэтому надеяться на то, что у нас возникнет элита, которая переиграет западную, я бы на это не надеялся. Я бы искал другие варианты. Нестандартные ходы. Дело в том, что в русской истории было четыре структуры. Это Московское самодержавие, Санкт-Петербургская империя по реформе на Россию с 1961 по 1917 и Советский Союз. Я не беру нынешнюю ситуацию, потому что Российская Федерация как строй, это самовоспроизводящееся разложение позднесоветского общества. Значит, четыре структуры. Элита не сложилась ни в одной. Не в советской структуре. Она не успевала. Более того, сама центральная власть ее подсекала. У нас не сложилась элита. И это была извечная слабость России по отношению к Западу. Но не только нашей, не только России. Обратите внимание, когда мы говорим о великих государственных деятелях, мы сразу вспоминаем Сталин, Гитлер, Наполеон. А у англосаксов были, ну вспоминаем, там был Рузведь, ну Черчилль, ну Уильям Питт. Но это были люди масштаба меньше. Почему масштаба меньше? Потому что за них система работала. Им не нужны были яркие Гитлер, Сталин, Наполеон. Это была компенсация отсутствия элиты англосаксонского типа. Поэтому можно было дурака деревню Картера посадить президентом США. И ничего, система работала. Потому что вокруг него была система. Здесь нет этого. Поэтому нужно искать другие формы. Это проблема, одна из проблем России. И у нас не сформировалась за 400 лет элита. И мы играли с Западом все время. Мы реагировали. Вот смотрите, 1968 год. Парижская, в Париже бунтуют студенты. А мы договариваемся, так сказать, по поводу Числовакии с американцами, что, так сказать, никто никуда не лезет. Что должна была зрелая элита была сделать, которая влияла на французскую компартию? Нужно было сделать все, что французские рабочие спровоцировали ввод НАТО в Париж. И чтобы НАТОвцы кровавым сапогом задавили Париж, а мы бы потом орали. Парижскую весну задавили НАТОвцы. Наша проблема в том, что наша элита все время реагировала. И Андропов сказал фразу, пусть империалисты знают. Если они нас не тронут, мы их тоже не тронем. Ну так если ты сказал, так тебя точно тронут. Вы много говорите о демонтаже капитализма западной элитой. Можно ли говорить, первый вопрос, не демонтаже капитализма, а демонтаже модерна, переход к постмодерну? И второй вопрос, можете ли вы таких пару штрихов сделать общество будущего, например, 2020 год? Я в таких случаях говорю, как из конька горбунка, аж на я пророк. Вот, значит, смотрите, легче, кстати, прогнозировать на долгий срок. Значит, по первому вопросу. Понимаете, какая штука? Я не считаю себя марксистом, но я прошел через две книги, без которых невозможно вообще заниматься социальными науками. Это наука логики Гегеля и капитал Маркса. Поэтому я не люблю термин модерн, я предпочитаю термином капитализм пользоваться. Потому что вместе, если ты демонтируешь капитализм, ты демонтируешь и модерн. Потому что то, что происходит на Западе сейчас, это явная демодернизация. Это видно по элементарному примеру. В 80-е годы фэнтези заменила жанр научной фантастики. Что такое фэнтези? Это будущее как прошлое. Это будущее, где нет демократии, где магическая власть, где иррациональна и так далее. Вот для меня, как человека, воспитанного на журналах техника молодежи, знания силы вокруг света и так далее, это совершенно очевидно. Я очень люблю Толкина, я люблю Мартина. Но для меня научная фантастика – это то, с чем я вырос. Это мой багаж, это внутри, это не внешнее. Поэтому я все-таки говорю, первое – это демонтаж капитализма, модерн потом. Что касается будущего, значит, здесь нужно говорить о нескольких проектах. Вот проект нынешней западной элиты, которая по своему цели и полаганию один к одному нацистская элита. Это уменьшение населения, избранные управляют миром. Кстати, я вам хочу сказать, вот смотрите, когда Гитлер строил новый мировой порядок, в это время, в 40-м году, Герберт Уэллс написал четырехтомник. Новый мировой порядок. Это было продолжение его книги «Закрытый заговор» «Оупен конспираси», где он изложил в мягкой форме практически все, что делал Гитлер. Только без расовых вещей вот этих вот и прочего, и прочего. Значит, если получится, в истории никогда до конца не получается, она тем и хороша. Но что планируют эти люди? Вот, сказать, мир там, ну не 2020, а 2050 года, если не будет глобальной катастрофой. Это создание примерно сотни, 120, может быть, анклавов, там, где чисто и светло. То есть, это там Сингапур, Санкт-Петербург, Париж. Это зона, это то, что Кенити Умай называет «риджен стейт», регион государства. Там живет 20-25 миллионов человек, не больше, потому что будут бедные, но не меньше, потому что нельзя обеспечить спрос. Вокруг этой зоны буферное государство, которое защищает этот «риджен стейт» от того, что вне. А вне – это зоны, которые просто выбросили, как когда-то выбросили северо-восток Бразилии, отработали в 18 веке, а в 19 выбросили. Там криминал, там это Сомали, это Африка. Вот, кстати, нынешняя Африка, ее зря не изучают. Африка показывает кое-что из будущего, потому что Африка – это как раз та зона, которую выбросили. Ну, например, там на побережье, столица Заиры Кеншаса, там относительно организованная жизнь. А за пределами ничего нет, там государства нет, потому что что такое государство Заир? Его держала логика холодной войны. Государство Заир – это три племенных союза. Один племенной союз контролировал полицию, другой – жандармерию, третий – армию. Закончилась холодная война, все развалилось. Там нет государства. Например, написано на карте «Государство Колумбия». Нет никакого государства Колумбии. Есть то, что раньше называлось «Медельинский картель», который, кстати, создавал Клаус Барбье. Вообще, нужно сказать, что на наркокартеле в Латинской Америке создавали нацисты. То есть, это мир с ослабленными государствами, это глобализация как вот такая сеть. Но это если это получится. Потому что, я думаю, что так же, как из кризиса 16-17 века было три выхода в разных частях Европы, я про Европу говорю, то есть, выход английский, выход французский и выход немецкий, я думаю, что из кризиса будет несколько разных выходов. И сейчас вообще очень трудно прогнозировать объективно. Понимаете, когда система находится в точке бифуркации, то есть, у нее максимальный выбор, то очень трудно прогнозировать. Я в такой ситуации, когда мне задают такой вопрос, я всегда вспоминаю картину Перова «Спор Никиты Пустосвята с иерархами церкви». Это Софья устроила, она хотела, чтобы иерархи церкви задавили старовера Никиту Пустосвята. И вот они, сидит Софья, они беседуют, Никита Пустосвят их сделал, конечно, потом его голову отрубили. Но картина хороша не тем, она передает вот что. По крайней мере, я ее так вижу. Вот староверы, вот иерархи церкви. И они спорят на какие-то свои дела. И проецируют будущее. Они не знают, что через 11 лет придет мальчик с кошачьими усами, который нахрен выкинет и старобрядцев, и этих иерархов, и ликвидирует патриаршество, и все будет другое. Вот интуиция историка мне подсказывает, что еще 5-7 лет, и очень многие вопросы, которые мы задаем, они будут совершенно ирелевантны, потому что идет другая эпоха. Я не могу сказать, что я знаю, но я ее чувствую. Я чувствую, что вот такие вот шаги командора шлепают, и она приближается очень быстро. Скажите, пожалуйста, в чем разница между русским крепостным и рабом американским или древнеримским? Русский крепостной, в отличие от римского раба, он был человек с точки зрения отношения, так же, как и его хозяин, он был человек. С точки зрения практической, очень часто разницы никакой не было. Но кроме того, раб американский, это очень часто был представитель другой расы. А что за этим вопросом стоит? Что конкретно-то вы хотели узнать? Сравнение просто. Что мог сделать русский крепостной? А, понятно. Потому что, как говорят, тут некоторые, это одно и то же. Вот у Лескова есть замечательная такая повесть или большой рассказ. Называется она «Старые годы в селе Плодомасове». Лесков – это незаслуженно забытый наш автор. Достаточно почитать его полемику с Герцаном, потому что Герцан был опытный полемист. Но Лесков его просто, так сказать, Герцан стекал по стене в полемике с Лесковым. Лесков очень хорошо показал, что крепостное право, да, и крестьянам нельзя уходить, нельзя торговать. Но крепостные в 18 веке ехали в Сибири, покупали там, ехали, торговали. То есть, понимаете, какая вещь? Поскольку у нас не было элиты и у нас не было институтов. А в России господствовал принцип чрезвычайки, то есть опричный принцип. И поэтому очень многие законы обходились. Это отчасти создает тот бардак, который нам неприятен, но с другой стороны, это естественная защита общества от власти, от самого себя. Такой жестокости, которую проявляли в Риме по отношению к рабам, но поскольку Рим был не христианским обществом, потому что любой помещик все-таки исходил из того, что он православный человек, и это тоже православный. И, конечно, были выродки. Но, естественно, русское крепостное право было мягче и римского, и американского рабства. Оно было мягче. Хотя это не самый главный вопрос с точки зрения русской истории. Скажите, пожалуйста, вот сейчас ситуация, как нам кажется, это тысяча в 1985 год. НПФ память. Вот особенно интервью, я, Федорова, и главные вопросы, ответы в Питере. Ну, просто ситуация доизумительно близкая. Вот как вы считаете, в ближайшем 5-6 лет 40, там 50, 100 тысяч, это нет проблем. Народу будет просто лавина. Не получится так, как получилось. Вы знаете, сейчас ситуация не только похожа на 1985 год, она похожа на примерно так год 16-й, но только войны нет. Дело в том, что и она похожа на ситуацию перед смутой начала 17-го века. То есть здесь сразу сходство нескольких эпох, а с точки зрения внешнеполитической, очень похожа на 30-е годы. Но дело в том, что в истории никогда ничего не повторяется. И то, что было в 80-е годы, это была одна эпоха, одна страна, сейчас другой, и человеческий материал другой. Поэтому абсолютных повторений в истории не бывает. Кроме того, сейчас в распаде России есть заинтересованные лица, но есть один фактор, который очень тормозит распад России, даже тех, кто очень хотел бы, чтобы она распалась. Это наличие Китая. И вот наличие китайского фактора заставляет тот же Запад 10 раз подумать, вот валить Россию или не валить. Поэтому ситуация все-таки сейчас совсем другая, чем была в 80-е годы. Я знаю позицию Кургиняна, угрозы перестройки 2. Да, это все реальные вещи. Но мы прожили эти 20 лет, и ситуация другая. Она в мире другая принципиально. Если тогда очень многие люди в мире готовы делать были резкие-резкие шаги, то сейчас готовности к резким шагам у той же мировой элиты это поубавилось, потому что сейчас ситуация, Америка сейчас другой ситуации, Америка за эти 20 лет очень сильно ослабла. И то, что они могли себе позволить на рубеже 80-90-х годов, они не могут позволить себе сейчас. То есть, я бы сказал так, что сейчас у России пространство выбора, пространство для маневра больше, чем оно было 10 лет назад. Вопрос в том, распорядятся этим пространством, маневра, как надо, или нет. Это вопрос опять элиты. Есть ли вообще русский орден, ну, типа того, о котором пишет Маркеев, Олег? И второй вопрос. В США сейчас поговаривают об откате от ядерного оружия. Это как-то связано с тем, что там у них не будет хватать скоро топлива для АЭС. Или это еще какая-то есть история? Я очень рад, что вы читаете Маркеева. Я всем рекомендую этого автора. У меня вконтакте ребята даже сделали плакат. Там моя фотография, фотография Маркеева и обложки книг Маркеева. Нет русского такого ордена, я думаю, что такого ордена нет. К сожалению, это не наша традиция, такие орденские структуры. Ну, каждая потеря есть приобретение, просто у нас другие традиции. Орденские структуры характерны для аристократических обществ. У нас общество народное. У нас орден, это когда собирается народ, берет дубье, очень долго терпит, потом берет дубье и калашматит так, что уже, так сказать, все, в ноль. Что касается ядерного оружия. Дело в том, что американцы хотят сократить наши ядерные потенциалы по очень простой причине и свои заодно. Они полагают, что если они доведут наше ядерное оружие до определенного уровня, то мы не сможем нанести ответный удар. При всех разговорах сейчас, что главный противник Америки, это Китай и так далее, и так далее, Китай не может нанести Америке непоправимый ущерб, неприемлемый, а мы можем до сих пор. Что будет через 5-6 лет, когда американцы, если они не врут, создадут там высокоточное оружие, потому что американцы большие мастера дезинформации. Трудно сказать, но я думаю, что особенно после казусов с Милошевичем, Каддафи и Саддамом Хусейном, я думаю, что на усекновение нашего ядерного оружия наши верхи не пойдут. Жизнь дороже. А что касается ордена, ну вот, к сожалению, нет ордена. Вот вы неоднократно упоминаете так называемую проблему перенаселения Земли, но вот есть полное ощущение, что эта проблема либо высосана из пальца, либо называется просто неправильно, и за ней что-то другое имеют в виду, потому что и обеспечить едой, и обеспечить энергией альтернативной источниками и всем остальным опреснением воды можно. В чем проблема, реально? Проблема в том, что реальная управляемость социальная на планете Земля это 2 миллиарда, и западная верхушка сейчас столкнулась с ситуацией, что она просто не контролирует ситуацию в мире. Есть Китай, есть Индия, есть Латинская Америка, просто невозможно проконтролировать нынешнее мировое население, поэтому его нужно сократить. Действительно, есть проблема перенаселенности планеты, но это решаемо, это проблема решаемая. Нам ее предъявляют как нерешаемо, причем кто предъявляет? Есть такая организация World Wild Forum, то есть это фонд защиты дикой природы. Создавал его, кстати, создавал тот же самый принц Бернгард, который создавал Бильдербергский клуб, а куратором долгое время был муж британской королевы, который в 83, 86, в 89 годах сказал одну и ту же фразу, он ее повторял много раз, он сказал, что в другой жизни он хочет вернуться на Землю смертоносным вирусом, чтобы раз навсегда покончить с планетой перенаселенностью. Кстати, очень интересно, чем сейчас занимается World Wild Forum этот? Они очень активно сейчас озаботились защитой, чтобы, не дай бог, не выбрали племена каннибалов. Они сейчас говорят о том, что нужно создавать такой склад генетического материала каннибалов. Вот, например, есть такие свирепые каннибалы, аймамин на границе Венесуэлы и Бразилии, так этот World Wild Forum сейчас готов заплатить правительством этих двух стран большие очень деньги, чтобы создать такой экстерриториальный заповедник, чтобы вот жили эти каннибалы и просочили сведения, что они занимаются генетическими исследованиями, есть ли там ген-каннибальство и так далее, и так далее. Так вот, проблема сокращения населения планеты это прежде всего проблема управляемости, потому что одна из проблем, с которой столкнулась современная западная элита, есть целые зоны, которые не подконтрольны. Например, Китай. Китайская элита это, пожалуй, единственная элита в мире, которая полностью не подконтрольна западным центром, потому что за ним стоит несколько миллиардов населения и огромная экономика. Причем, интересно, Запад сам вырастил Китая в борьбе против Советского Союза. Дело в том, что вот это прозвучит странно, я сейчас просто нет времени искать на цифрах, когда доказывают. Была замечательная статья несколько лет назад в журнале профиля одного нашего экономиста, который на пальцах показал, что в 68-м году Соединенные Штаты проиграли Советскому Союзу экономическую гонку. Не мы выиграли, США проиграли, они перестали быть самоподдерживающимся хозяйственным механизмом. Наши это не поняли, американцы поняли, не знали, что делать. Китайцы поняли, и китайцы им протянули руку дружбы, и показали, как они протягивают руку дружбы. 69-й год, Даманский, они показали, что они готовы. Американцы сначала не очень поняли, сначала не очень поверили, кроме того, американцы люди практические, и они решили сначала отработать эту модель на небольших странах, там, Тайвань, Южная Корея, потом китайцы еще раз показали, что они готовы к сотрудничеству. Это когда они врезали по вьетнаму зная что мы имеем договор с вьетнамом это был семьдесят семьдесят девятый год я очень хорошо напомню как исчезла у нас народ опытный когда как только китай напал на вьетнам с которого договор у нас люди тут же смели несколько вещей с прилавков сахар соль и спички тут же все все обошлось но реформы дэн сяопина начались именно после этого когда американцы поняли что эти люди готовы и они сделали китай своей мастерской и по сути дела когда говорят кто развалил там советский союз естественно огромный слой нашей номенклатуры который хотел стать собственником западные транснациональные корпорации и не надо забывать китай не на китай тоже был заинтересован в развале ссм но не в развале россии потому что ему нужно китайцы хорошо очень сказать планирует все эти свои вещи в этом отношении я все время говорю мне очень интересно посмотреть на схватку китайской и англосаксонской элит потому что впервые запад западные элиты столкнулись с не западной альтернативой потому что у советский союз он работал западная парадигма очень старая элита причем если англосаксонским элитам скрепляющий материал скрепляющий элемент евреи с их древней истории у китайцев тоже 3000 историй как минимум то есть это тоже древний народ и вот здесь очень интересно единственное у китайцев нет опыта глобальной борьбы который есть у западной элиты но зато они герметически герметически закрыты и трудно закрытое общество хотя абсолютно закрытых обществ не бывает так вот мой ответ на ваш вопрос очень простой сделать создать управляемое население кроме того население росло в индустриальную эпоху потому что нужны были рабочие руки а наука емкому производству рабочие руки не нужны и сейчас нужно эти куда-то сказать лишних этих едоков убирать так что дело не в еде не в пространстве а чисто в управленческих вещах то есть мы имеем дело на самом деле с чисто людоедским подходом и опять провожу параллель между нацистским целеполаганием которые тоже были сдвинуты на природе и на прочих вещах и тоже были искать абсолютно антихристианскими людьми также как эти ведь что что такое идеологии нынешней западной элиты это комбинации такого и кол эколога фашизма с сатанизмом на сайте института динамического консерватизма висит очень интересный текст константина черемных огромный экологизм как элита как идеология современной западной элиты очень рекомендую прочесть сильный текст но это их функция дело в том что нет и одной единственной семьи которая правит миром я думаю что это 10 12 семей которые причем ну например ротшильды перероднились с варбургами шифами кунами лейбы то есть это еще и семейная вещь ну и кроме того очень жесткая иерархическая структура правит миром элементарная вещь бушам очень не нравился кофе анан генеральный секретарь оон они ему намекали чтобы он валил быстро очень он не хотел уходить тогда его сыну подкинули наркотики вдруг буша отступили почему потому что бушам объяснили что они буш и они конечно люди из второй сотни но кофе анан женат на племяннице валенберга тот того самого которого у нас когда-то арестовали сейчас говорят его арестовали советская губня там арестовал потому что он спасал евреев арестовали совсем за другое дело в том что семья валенбергов прятала золото нацистов в европе и собственно наш нквд и хотел выяснить куда золото спрятали а акции прикрытия упрятывание золота было действительно спасение евреев но главное семья валенбергов работала она работала с англосаксами и работала с нацистами и получила очень хорошие деньги за то что прятала на нацистские нацистские средства ведь понимаете какая вещь произошла американцы зацепили только золото третьего рейха и они им профинансировали план маршала это не американские деньги были а это было золото третьего рейха но они не нашли не золото сс не золото партии и вот это все это все ушло это было все спрятано то есть эти средства вот валенберге занимались тем что они прятали эти эти вещи мир это совокупность там на первом уровне это 15 12 15 семей у каждый свой финансовый поток за каждым есть смотрящий причем это не обязательно человек этой семьи например я очень удивился мне было очень интересно узнать что первый звонок который сделал саркази который был стал президентом это было звонок президенту габбона омару бонга скучка габбон кто кого марбонга дело в том что омар бонга это человек который по поручению двух крупных финансовых конгломератов контролирует африканский финансовый поток и с точки зрения его положения финансовой иерархии он выше саркази вот хотя он всего лишь он приказчик но саркази сам приказчик вот так что вообще реальная реальная структура управления миром это очень увлекательная задача который очень интересно кстати одна из структур который управляет миром опять же у меня нет прямых доказательств искать представители профессорской науки тут же мускай начал кричать где доказательства как говорил герой шварценеггера у то есть герой фильма красный какие ваши доказательства косвенные доказательства значит это четвертый рейх но у четвертого рейха трагедия потому что они сделали все чтобы поднять германию они ее подняли но только сегодня 40 процентов немецких мужчин говорят что они хотят быть домохозяйками они не хотят создавать семьи и просто то есть это общество которое деградирует вот на каннском фестивале был показан такой третьей серии есть такой режиссер зайдель австрийский но это тоже искать австрийцы немцы у него серия это называется 337 называется рай любовь вера надежда он показал как происходит вырождение австрийской общества примере нескольких женщин родственниц но что биологи прекрасно знают что вырождение любого вида начинается с вырождение самок там это очень хорошо показано фильм очень занудный его тяжело смотреть с точки зрения эстетической я его смотрел социологическим глазом там очень хорошо это все показано гир то есть если вы помните в фильме судьба барабанщика там один из героев и старик яков ты за это боролся вот бормана можно спросить старик мартин вот и за это боролся вы истребляли неполноценных биомассу вот вы получили немцы сегодня биомасса то есть вы создали мощнейшую экономику для кого для курдов турок африканцев арабов получается вот это и есть проблема о которую разбился четвертый рейх они все сделали они смотрят натравливали там на ближнем востоке потому что часть нацистов ушла на ближний восток они подняли в экономику аргентины ради чего ради вот этих вот непонятно какого пола немцев которые говорят что лучше вот брак это очень большой ответ лучше завести собаку это просто мне студента мои которые германии рассказывают за ним когда занимается рассказывает это вот в германии это это так то есть вот четвертый рейх оказался тупиковым вариантом 70 лет создавали мощный потенциал для кого это вот ирония история за ней открылась пустота совершенно верно да тот каток который на нас катится наши доброжелательного пытается организовать вот он сейчас не знаю сколько долго до застрял все в районе сирии скорее всего все таки не пойдут дальше не через сирию через не плавали к саранам они сейчас будут договариваться но суть того что с нами что надо делать она никуда не денется и действия все равно будут иметь место так вот с этой точки зрения вот эта задержка которая получилась в том регионе при реализации намеченного плана мы успели за это время протянуть северный поток по факту он уже почти вступил в строй полностью может быть мы успеем протянуть южный поток то есть привяжем себя к европе газопроводами с этой точки зрения в любом случае на территории ребята наших соседей вот допустим украина может быть белоруссия может быть больше алканы больния в любом случае неизбежно потому что это наша граница или тем самым что мы ввели энергопотоки сверху и снизу мы фактически выключили вот этот сценарий по отношению проблему наших энергопотоков можно решить совершенно по-другому но главное сейчас другом главное в том что вот на данном этапе американцы заинтересованы в россии они дело в том что американцы они перенапряглись они напоминают римской империи времен времен трояна им нужно уходить им сейчас нужно была такая статья foreign affairs это орган советов международным отношением мы должны не в рецензию с владимир семенович ахчинским написали капчан и маунт они говорили о том что необходимо америке передышка и ввести автономное управление то есть найти 6 7 8 стран которые значит будут региональными такими надсмотрщиками ясно что в европе это может быть германия там турция и египет на ближнем востоке но на территории снгт может быть только россия но россии тогда нужно кое-что за это дать прежде всего россии американцам придется отдать украину по крайней мере искать левобережную то есть у американцев сейчас очень сложная ситуация им ни в коем случае нельзя допустить чтобы мы дальше сближались с китаем в другом случае им нельзя допустить нашего усиления очень большого и вот здесь им нужно как-то проскочить тем более что америка постепенно все больше и больше погружается в кризис в этом отношении конечно у нас сейчас другая позиция чем восьмидесятые годы быть восьмидесятые годы перестроечная шпана нас убеждала как у нас все плохо на самом деле плохо было не столько у нас сколько у американцев к нам приехал восемьдесят восьмом году нобелевский лауреат василий леонтьев который посмотрел сказал ребят у вас много структурных проблем но у вас нет ни одной проблемы которая подталкивает качественно изменению систему сказать спасибо до свидания вы знаете восемьдесят восьмом году 19 октября рухнул фондовый рынок в нью-йорке в один день на 508 пунктов индекс долл джонса 22,30 по рекорд они призвали гринспана который сказал нас спасет только чудо то есть восемьдесят восьмом годах советский союз америка балансировали кто рухнет первым и рухнул первым советский союз причем признала по сути дела эту ситуацию течер в девяносто первом году выступая в институте нефти в хьюстоне она сказала что восьмидесятые годы советский союз не был для нас военной угрозой у нас был адекватный ответ советский союз был для нас экономической угрозой потому что советский союз восьмидесятый из-за нашего кризиса мог выбить нас с мировой с рынка и тогда нам пришлось бы проводить социальные реформы но я думаю так в этом случае они бы рискнули конечно на войну также как они это сделали в тридцать девятом сороковом годах ведь знаете это не в защиту гитлера но лебон социолог знаменитый сказал по поводу первой мировой войны последнюю каплю это вильгельм сделал что и все потекло но интересно кто наполнил чашу до краев так вот чашу до краев тридцать девятом сороковом годах наполнили британцы и американцы и рузвельт начал говорить употреблять термин вель крик мировая война на полгода раньше чем гитлер когда гитлер был уверен что англичане не все рассосется и кстати интересно я когда работал в америке я читал мемуары галбрейта который вдруг сослался на группу американских экономистов которые в 50-е годы провели исследование готова ли была германия к второй мировой войне но я тут же естественно нашел эту книжку она не афишируется это исследование но там четко написано что немцы не были готовы к мировой войне в отличие от 14 года они были готовы к полутора локальным воинам немцы могли бы подготовиться к войне к сорок седьмому году но именно поэтому им не дали подготовиться но в принципе правильно сделали то что британцы в траве ли гитлера войну также как они в траве ли вильгельма это уже другие дела то есть ситуация сейчас понимаете я полагаю что у нас как раз сейчас ситуация когда можно сыграть на противоречиях но для этого нужно быть готовым сыграть на противоречиях готовым рискнуть и знать как сыграть то есть знать куда ткнуть чтобы человек пять раз и отпал. Андрей Ильич, большое спасибо за выступление. У нас неожиданное появление Николай Ильича Русланенко. Андрей Ильич, спасибо большое, что пришли. Я очень хотел с вами познакомиться. Надеюсь, что мы познакомились. Уже начнем сотрудничать. И вы будете нас приглашать также участвовать во всевозможных мероприятиях. Мы будем приглашать вас. У нас начнется взаимовыгодное сотрудничество. Потому что я стоял сейчас, слушал. Ну, мы, так сказать, не знаю, процентов на 98 абсолютно единомышленники. Так что еще раз большое вам спасибо за интереснейшую лекцию. Товарищи, большое спасибо, что пришли послушать. Я очень рад был пообщаться. Значит, конечно, сегодня невозможно было поднять все темы. Но у меня очень много висит в интернете. И легче всего найти то, что я сделаю. Набирайте в ВКонтакте Андрей Фурсов. И там практически все, что есть в интернете, но там моих, по-моему, телеинтервью часов 70. Все статьи ребята вывешивают. Я сам не зарегистрирован в этой сети, поскольку я в социальных сетях не регистрируюсь. Но я смотрю, что там происходит, как они дискутируют. Так что там можно абсолютно все найти. Спасибо еще раз. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Корректор А.Кулакова